добрый вечер влад приветствуем всех да очень рад очень рад вера тоже уже присутствует здесь что-то я с камерой не получается приветствую всех всем доброго времени суток все знакомые имена мы смотрим многих из вас мы знаем да новых знакомых увидите здесь у вас гостях да спасибо большое благодарим немножко на латышском начнем расскажем что и как и потом перейдем брата на русский и продолжим так как свече мислим вауре из пакет кааа и рады это интересное саруну курица и рао целовеки и менторием курица и латс и вера у нас и вера у нас дародз вино и у нас палидзе и ущи у нас шовакар па цик вера и канада и латс и вација да, ну что, спасибо, Спасибо, что вы в своем плотном графике нашли время для этой беседы, спасибо за эту работу, спасибо за помощь человечеству и в том числе за поддержку нашей комьюнити в процессах развития. Со своей стороны мы благодарим вас за то, что столько людей мы могли помочь благодаря вам, которые к вам пришли, и благодаря нашей работе. Ваша работа уже имеет совсем другой смысл, у людей намного легче все получается, когда никто не мешает. Благодарим вас на этом месте. Благодарим за доверие, тот, кто уже прошел через наши чистки, тот, кто еще придет. Благодарим. Большое спасибо. В нашей комьюнити много людей, получивших вашу помощь и в очистке биополя, и в том числе нас обоих тоже. И потому мы решили, что это будет прекрасная возможность поделиться с опытом нашим сообществом и дать ответы на вопросы, которые есть участников после чистки. Ну, прежде всего, мы хотим познакомить вас с участниками нашей комьюнити, которые видят вас оба впервые. Вера и Влад, они профессиональные гипнологи-слипер с высоким доступом в астральном мире. Они успешно практикуют регрессивный гипноз, избавляя клиентов по всему миру от космических и низковибрационных подселенцев и интерферентов, черной магии и болезней тоже. В сентябре 2023 года был проведен двухтысячный сеанс чистки биополя. Это работа какая вообще. И опыт у них обоих, практическая работа в астральном мире, это больше, чем 11 тысяч часов. Вера, как известно, гибридная душа с гипербореей и английского мира. И как мы понимаем, что Влад, гибридная душа с плеяд и английского мира. Это верно? Абсолютно. Ну, Вера, и Влад, тогда добро пожаловать в вершину жизни, как называется, в нашей комьюнити. Прекрасно. Я бы со своей стороны хотела представить тоже нашего администратора Ольгу со стороны Argo, через которую тоже все проходят, попадая к нам. Она тоже здесь присутствует. Привет! Да, чтобы люди, которые будут попадать в Argo или уже попадали, приходили к нам, знали, с кем они общаются. Да, это замечательные любящие ворота, сквозь которые все мы проходим. У Ольги очень большая миссия, она должна отсечь праздный интерес от тех душ, которые готовы развиваться, потому что, я вам объясню, мы все делаем в согласии души человека. То есть, человека может быть праздный интерес, и эти знания, которые мы ему дадим, они ему лучше не сделают, они ему просто хуже сделают. Он, не понимая, кто он есть, получает такую информацию, ну, к примеру, скажем так, в сеансе ангельская душа стала, понимаете? Мы увидели, что это ангельская душа, если мы озвучим, это ангельская душа, душа, которая не готова к этому, что с ней будет? Мания величия, взлетел, гордыня, да я ж ангел, а ты кто? Понимаете, вот это дается именно та информация, именно тем, которые готовы. Поэтому мы всегда должны убедиться, какие намерения у человека. Я не знаю, от меня с каким людям даже действительно отказали, потому что там были свои определенные причины. Мы получаем свою информацию по нашим каналам о душах, которые к нам идут. Иногда даже вообще никаких вопросов не возникает, иногда возникает пару вопросов, на которые мы хотели бы получить ответ. Но практика показывает, что на сегодняшний момент мы практически не ошиблись в нашем выборе. То есть, все люди, которые мы пропустили, они отлично развиваются. Мы видим реакцию, мы видим то, что нам пишут, обратные отзывы. Каждый фильм можно снимать по каждому сеансу, вы в курсе сами, да. Вот в этом мире мы живем, мы живем, да. Коротко о себе, меня зовут Влад, я живу в Германии 35 лет почти уже. Пять лет назад я продал все свои бизнесы и занялся этим делом. У меня была своя фирма, я работал на очень многих работах. После этого я полностью отошел от бизнеса, отошел от материального, отошел от того, что заземляет и тормозит. И на тот момент я просто узнал, что у меня учитель Архангел Ханиил. И после встречи с ним, вы понимаете, такие некоторые моменты, начинается переосмысление. Потому что, когда у тебя учитель Архангел Ханиил, к примеру, Архангел, он слышит все твои мысли. Он видит все твои действия. Ничего не скрыть, это раз. Во-вторых, это, соответственно, начинается у тебя уже ломка, соответственно, реакции. Должен сам себе убрать. И это именно то, чему мы учим наших учеников, к примеру, или даем информацию тем клиентам, которые к нам попадают. Все начинается именно с себя, с эмоционального своего состояния. Это А и О, как говорится, во всем деле. Если вы в любой ситуации остаетесь эмоционально уравновешенным, не показываете никаких криков, никакой реакции, вы становитесь крепче. Если вы становитесь крепче, у вас открываются другие горизонты. Если вы на этом этапе уже сломаетесь, соответственно, эти знания до вас просто не могут достучаться и дойти. Это нужно быть к этому, соответственно, как-то готовым сделать домашнее задание. Хорошо, Янис, я тебя перебил. Все хорошо. Есть еще сторона, о которой многие, возможно, не знают. Я думаю, Влад еще и профессионально играет на гитаре и написал несколько песен, это верно? Более трехсот. Это мое хобби, да, причем в тридцати музыкальных направлениях. Я, ну, как называю, это семипрофессионально. Я мог бы выступать на сцене, но это не является, это у меня просто хобби. Есть люди, которые какие-то вещи делают хорошо, но не обязательно этим зарабатывать деньги. Тем более, если бы я зарабатывал деньги музыкой, я бы уже давно с голоду умер. Вот, это все понимают. Все понимают. Печально, но это так, наверное, да. Да, но это хобби, вы можете себя проявлять в чем угодно. То есть, если у вас есть какой-то талант, это есть, значит, не один талант, а несколько талантов. Важно их раскрыть. Делайте то, что вам нравится, то, что вы любите делать. Тогда вы не будете уставать. А та работа, от которой вы не устаете, это является именно то место, от которого вам надо отталкиваться и идти дальше. Понимаешь, если вы идете на работу, ненавидя ее, то, соответственно, вот такая будет и работа. Вы будете болеть, работа будет страдать. Надо, каждый должен найти свой путь в этой жизни, и тогда, если он хочет раскрыться в чем-то, то только в том состоянии, когда он сам доволен. Да, согласен. Но я знаю и духовников, которые тоже с голода помирают. Так что это там и однозначно. Если такое вопрос, это на своем месте он или нет. Потому что, если ты занимаешься своим делом, нам это было подтверждено уже неоднократно. Мы встречались с сотнями кураторов. Все знают, кто такие кураторы. У ангелов это называется ангелы-хранители. Причем сами ангелы называют друзьями. А если человек приходит к какому-то объекту, то у него просто есть куратор. Если душа продвинутая, дается еще учитель. Иногда учитель приходит, иногда куратор приходит. Человеку, в зависимости от того, какой уровень развития уже душа получила. Об этом еще поговорим. Очень важные вопросы эти. У нас есть допуск ко всем кураторам. У нас есть место, в котором каждый куратор себя чувствует. Великолепно мы работаем. Мы работаем в другом измерении. Мы поднимаемся с верой с матрицы Земли в нейтральную зону Млечного Пути. С этого момента мы еще столько же летим еще выше в поток Абсолюта. Потому что в поток Абсолюта не долетает большинство сущностей. Там рядом находится с нами межгалактическая полиция, с которой мы работаем и сдаем всех сущностей. Это громко, это Дюссельдорф, здесь ничего не сделаем. Здесь будет, они ездят постоянно. И в этом отношении кураторы нам дают, соответственно, какую-то информацию, которую мы даем дальше. Отлично. Очень интересно, очень. Мы бы хотели про Веру услышать. Потому что, да, Влад рассказал о себе. Вера, мы знаем, что ты ангельская, гиперборейская душа. Кстати, про Лемурию, Атлантиду очень много информации можем найти в интернете. Но про гиперборею очень мало. Потому что я, когда ходила на регрессию, мне тоже сказали, что одна из инкарнаций, когда я пришла на Землю, у меня была как раз гиперборея. И я искала информацию, я не могла найти. И в каком-то видео в Ютубе я слышала, что вы туда попали, вы оттуда. И мне было так интересно узнать что-то большее. Поэтому, если вы можете чуть-чуть рассказать про себя, и, может быть, что-то про гиперборею, как отличается от Атлантиды и Лемурии, что там. Я понимаю, что Атлантида, Лемурия вышла из гипербореи, да? Так ли? На самом деле, это цивилизации, которые сменяли одна другую, начиная с Лемурии, потом Атланта и гиперборея. И происходило какое-то самоуничтожение или кризис, или что-то. Данных много, информации много. Каждому отвлекается своя. И я расскажу то, как я это вижу, и то, как я посещаю эти места. Значит, когда мы с Владом вообще начали заниматься этим делом, погружаться, как Влад уже заметил, что первое, от чего мы отталкиваемся, поднимаясь наверх, это нейтральная зона Млечного Пути. Вот у меня она была всегда с каким-то северным сиянием, я бы сказала, с таким вот светом там. И я долго не могла понять, что это. То есть она и сейчас такая же первая, куда мы долетаем. Я точно знаю, что это наше место. И в какой-то момент в комнате диагностики мы заканчиваем клиента, и у меня состояние, что я срочно, прямо сейчас должна туда пойти, в это северное сияние, зайти туда и что-то узнать. И я говорю это Владу в сеансе, что вот ты помнишь, что у меня там северное сияние? Вот мне сейчас срочно туда надо. Давай собираемся и полетели. И мы прилетаем к нашему нейтральной зону Млечного Пути, заходим в этот свет. У нас корабль есть. Да, мы заходим в этот свет. И мне начинает идти поток информации, что это гиперпорея, что я проходила здесь какую-то реинкарнацию, и что там что-то есть, что мне нужно забрать, получить, узнать, выяснить. То есть, ну, мне немножко показали, как это выглядит, как это... Мы немножко полетали тоже. Я думаю, я помню этот сеанс, он был опубликован, нет? У нас было несколько сеансов. Это было так давно, и мы поменялись уже, и мы многое уже больше знаем. Но на тот момент это было настолько... Это вот прям какой-то позыв был, туда надо срочно. И вот тогда я узнала эту информацию, для чего этот свет северное сияние, у меня нейтральная зона Млечного Пути. То есть, я до сих пор ее посещаю сама, в самогипнозе, ищу, что мне надо забрать, посещаю места, общаюсь с представителями. Это очень интересно, но это, конечно... Ну, может быть, непонятно многим, но... То есть, когда пройдешь такой путь, это уже не кажется странным. А сейчас, когда вот северное сияние очень активное, наверное, тоже в Канаде... Ну, дело в том, что, да, у нас тут три дня было северное сияние, но это же все рукотворное. Это рукотворное все. Нам была дана информация, поэтому... Это все рукотворное, поэтому это неприродное сияние, которое действительно происходит. Сейчас везде происходит, и это рукотворные магнитные бури, связанные с полями, с матрицей и... И еще с одним делом, оно называется искусственный интеллект. Да, да, да. Эти вещи будут продолжаться. Мы спрашивали ли нашего офицера межгалактической полиции. Она говорила, что именно так устанавливается сетка поверх нашей матрицы. Именно... Первый начинается со спутников, и все читали, наверняка, сбои спутников и так далее. Это не солнечные лучи. Это именно искусственный интеллект. Идет перепрограммирование этих спутников. Мы живем именно в тот момент, когда что-то происходит. Нам не говорят, что происходит, но темные и светлые силы, это... Они всегда были, всегда будут, и кто-то из них сейчас пошел на наступление. Именно в этот момент и нас активировали с верой. По сути, мы, в принципе, знаем это. Вот у меня такая задача была прийти именно на Землю, исполнить такую функцию, такую работу, которую я сейчас исполняю. В прошлой жизни у меня это не получилось. По моим каким-то собственным причинам. Мне не говорят об этом. Сказали, мы тебе скажем об этом, когда ты уже в состоянии будешь сам себя простить. Вы понимаете, тут тоже зависит от моего духовного роста дальнейшего. Информация дается именно тогда, когда ты готов. То есть, соответственно, для нас многие вещи ясны. Многие вещи пока остаются, как и для всех, закрыты. Но с моментом продвижения в какой-то момент я раз, и становится ясно со всех сторон. Ты видишь ситуацию и понимаешь, что так и должно быть. Вот сейчас так происходит, то происходит и так далее. В каком направлении ты идешь. Это все постигается именно работой над собой. Именно той тишиной, именно той медитацией, но без всякой музыки, без ничего. У нас совсем другие медитации. Мы не расслабляемся особо. Мы расслабляемся, безусловно, но мы работаем под командой. То есть, Вера 3,5-4 часа лежит. Ну, конечно, с паузами. Мы после каждого клиента делаем паузы. Ну, и клиенты у нас по 4-5 человек идут, могут за раз идти. Это 4-5 чисток. Это, безусловно, огромная энергия, которая все это держится на нашей энергии. Но мы подключены к нашим родным энергиями. Я получаю свои энергии плеяты, ангельские энергии. Вера получает свои гипербореи, тоже ангельские энергии. Мы не испытываем недостаток в энергии. Можно даже наоборот сказать. Я даже поправился на пару килограмм. Это, скорее всего, от того, что я больше сижу на месте. Вот. Ну, вот в этом мире приблизительно мы живем. И мы с удовольствием готовы с вами поделиться какими-то своими знаниями для того, что если у кого-то будут какие-то вопросы на его этапе развития, что он не понимает, как лучше сделать. Может, мы каким-то советом с Верой можем помочь. Я бы хотела добавить еще одну маленькую вещь про себя, что в отличие от Влада, я не бросала свои бизнесы. Я иммиграционный юрист и работаю с людьми, то есть в физическом плане, на земле. И я считаю, что это тоже моя миссия – помогать и физическим телам, так сказать, присутствием. Проводникам. Да, да, да. То есть поэтому, когда я начинала все это, меня очень тянуло в регрессию. Но я понимала, что своим умом я не смогу ничего придумать. И, ну, то есть откуда я буду брать информацию? И вот сейчас, уже, да, после трех лет погружений и обучения, и погружений, и много чего, что там можно увидеть и услышать, то есть я понимаю, что все, что нужно, это расслабиться, информация будет идти сама. То есть мы никогда не знаем, что там случится, какая будет проблема у клиента, кто там будет стоять перед нами. И вот это, оно настолько интересно, оно никогда не надоедает. То есть, конечно, мы можем просканировать человека, что мы и делаем, мы подготавливаемся с Ладом перед сеансом, где-то полчаса мы обсуждаем весь список клиентов, смотрим их, и потом только начинаем погружаться с намерением уже. Вот. И это всегда разное, и всегда неожиданно, что мы там увидим, и что мы там услышим, и какая откроется информация. Поэтому это очень интересно, и никогда не надоест, наверное, такое занятие. Здесь еще важный такой момент, нюанс нужно добавить. Мы используем с верой около 30% общедоступных знаний, 70% мы практически изменили. Мы подогнали их под себя, у нас есть особые техники, у нас есть особые защиты, мы работаем в особых местах, мы перемещаемся невидимыми. Это все связано с тем, что на нас идут... Мы изменили с практиками. У нас, да, на нас идут регулярные нападения, в последний, ну, может быть, год чуть поменьше и так далее, но на нас первых всегда испытывают какую-то технологию именно против слиперов. Второй пункт. 70% слиперов дают ложную информацию. Эту информацию нам дали сами ящеры, которые подключаются к этим слиперам. Они нам предлагали неоднократные, ну, я не знаю, либер, сколько, 5-7 раз предлагали контракты, да? Со всеми другими цивилизациями и ноль, 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 ноль. Вот так вот писал гуманоид, пока мы его не сдали в межгалактическую полицию и так далее. То есть для них... А он к сумме нулей прибавлял. Почему? А почему это? Они что-то не видят, не видят или не понимают? Для них самая большая проблема, самая большая проблема, это мое личное мнение, это наша непредсказуемость. Ага. Они солдаты. У них нет никаких эмоций. У них нет... Вот ящер или Грей, он будет вас просто разрезать пополам и спокойно смотреть на это, вставляя свою подключку. Мы это проходили на себе. В самом начале нашего пути я чувствовал, как мою голову влазили, меня вставляли. То есть то, что мы видим у других людей, мы это пережили практически уже на себе. Кроме того, нам даны куратор группы, нам дан учитель. У нас учитель очень высокий, это волх. С уровня архангелов и так далее. Они когда приходят, они приходят только с очень важными какими-то делами. И вот это наша миссия, вот это, которую мы делаем. Но мы всегда проверяем любую информацию. Ту информацию, которую вы можете получить в Астралии, она может быть ложная. Первое, что нужно уметь, это снимать маски и голограммы. Все слышали наши сеансы, потому что мы это повторяем по сто раз, наверное, за каждый сеанс, потому что сущности отлично умеют предстать перед тобой дедушкой с седым, седовласым, с крюккой, с палочкой и так далее. А когда ему говоришь, снимаются маски и голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК, дедушка распадается, оттуда вылазит ящер. Вот такие вот вещи бывают, понимаете? Если ты этого не сделал, ты получишь 100% ложную информацию. Она тебя в такой заведет тупик. И от этой информации, что самое главное, будут страдать твои клиенты. Ты им дашь ложную информацию, во-вторых, ты соединен с клиентом, ты все равно невидимыми каналами. Ты его подставляешь под опасность нового заражения. Есть такие регрессологи, которые погружают людей в транс, незащищенных людей поднимают на астральный уровень, где сидят грей, ящери, рептилоиды, гуманоиды, драго и еще инсектоиды с арахноидами и все, как они и называются, с ложкой и вилкой и ждут, пока они тебя распилят. Оденут тебе на голову какое-нибудь ведро или какую-нибудь подключку установят. И этого достаточно. А ты будешь видеть в этом сеансе Матерь Божья. Понимаете, вот этим интернет, YouTube напичкан этим. И я смотрю просто, у меня волосы иногда, как говорится, на спине дыбом стоят, когда видишь, какой размах, какой контроль имеет темные цивилизации над именно регрессивным гипнозом. Понимаете, единственное, вы можете их увидеть только в состоянии транса. Это вам надо в состояние альфа войти и знать, что вы ищете, что вы видите. И тут вы видите. Хорошо, вы проверили и поняли, что вы не туда попали. Вы понимаете, эти все эксперименты, это надо делать очень большим умом. Если и быть готовым, прежде всего, к этому. В этом существует большая опасность интерференции, новой интерференции. Пойдем вопросом. Я еще вопрос у Веры. А как вы справляетесь с эмоциональными нагрузками, встречи со всеми этими рептилоидами, ящерами, там, боже, что там инсектоидами и в дереве. Улья вылазит, там, ну, как бы... Когда мы работаем в Канаде 9 утра, поэтому ей ничего не страстно. Это у меня ночь. Я не знаю, мой логический мозг как-то это принимает. Как-то вот он знает, что... Понимаете, у нас там очень хорошие защиты. А если ты не веришь в свои защиты, естественно, ты будешь постоянно пробит. То есть первое, это я доверяю своему партнеру, который меня ведет в трансе. А второе, это я доверяю своим защитам, которые мы устанавливаем на клетку, между нами, клиентом и клеткой. И у нас еще очень-очень много защит других с Владом. Не печати, и защит. Мы в других мирах, когда работаем, для нас это просто необходимость. Вам многим не нужны такие защиты. Но мы имеем дело с 42-герцовыми, 60-герцовыми демонами, которые в состоянии просто незащищенного человека скрутить вот так вот на физическом плане. Поэтому нам необходимо в нашей работе иметь именно такие защиты. Они были нам предоставлены нашими кураторами или учащиками. Они наращивались в связи с ситуациями, нападениями. Я бы, знаете, хотела еще добавить, что очень сильно помогают отзывы клиента. Когда ты провел сеанс, ты устал, как наши ученики говорят. «О, мы-то думали это там полежал там что-то один-другой поговорил, а с сеанса встаешь, как будто вагон разгрузил сейчас целый. Как-то так усталость какая-то. Я говорю, ну что привыкнете вы долго там, начинайте понемногу, по часу добавляйте, потом не нужно сразу в три часа заходить в транс». Так вот, что держит и что дает силы дальше работать и делать, это отзывы клиентов. Конечно, когда ты видишь счастливых людей после чистки, когда семьи соединяются и когда дети перестают там плакать или писаться или еще что-то, уходят, какие-то болезни, это самая-самая… Высшая награда. Высшая награда это самый мотивационный момент, который дает какие-то силы двигаться дальше и делать это. Да, так и есть. Тоже здесь испытаем то же самое. Каждый приходит со своим грузом и когда ты решаешь какую-то определенную ситуацию, у человека приходит понимание, почему это случается в его жизни, это значит, это еще толчок в его жизни, он не понимал, почему он страдает и так далее. И тут оказывается, что он может вообще ничего не знать, если у него контракт заключен в прошлом, жизни с какой-нибудь сущностью. И этот дракон или этот демон имеет полное право по всем космическим законам, потому что контракт был заключен добровольно в той жизни, забирать у него все энергии в этой жизни. У нас был клиент, я до сих пор не забуду, одна из клиенток, да когда пришел ее учитель, даже учитель пришел, вот он сказал, она четвертую жизнь проживает, чтобы снять, расторгнуть этот контракт. И только сейчас мы это сделали, это был смысл, единственная задача в ее жизни. Воплощение. Где заключен контракт, только там вы можете его и расторгнуть. Вот в чем проблема. Вы заключили его на Земле, придете вы на Землю хоть через тысячу лет, хоть через две, этот контракт начинает действовать. Если вы на Марсе или на другом объекте заключили, где бы вы ни были, вот это только кураторы, ваше высшее я может вам сказать о вашей жизни более подробно, там по-другому. Вот так вот. Большое спасибо, да. Поэтому здесь у людей, у душ есть уникальный шанс убрать все, что им мешает. Вы наверняка видели в наших чистках, хотя вряд ли, но хотя многие, нет, тем, которые мы отправляли клиентам, знали, когда мы проводим, проверяем на контракты, есть фантомные, так называется, контракты. Фантомные контракты это означает, что человек перед воплощением успел все контракты аннулировать или отработал. И остались эти фантомы. Почистил он их уже. Почистил он их, да. Или в прошлой жизни, или перед воплощением. Не было фантомных, я помню. Вы у меня выбирали фантомные контракты, я помню. Есть фантомные, есть отработанные. Это то, что вы почистили перед воплощением. Да, это вы сами убрали. Но не все души могут это очистить перед воплощением. Получается так. Может, души оставляют, может, специально делают, может, не обращают на это внимания. Здесь уже развитие души, наверное, более смотрится. Или высшего я, наверное. И высшего я, или специально какой-то... Если вы знаете пару своих жизней, если вы знаете общее количество ваших жизней, если вы понимаете этот массив, объем этого всего. Но мне было сказано, после третьего раза, мне только ответили на мой вопрос, меня очень интересовало, сколько у меня было воплощений всего. И вот приходит как-то куратор и говорит у тебя... Ты спрашивал, я тебе отвечаю. 3684-ю жизнь ты живешь. Это не только на Земле. Это в разных объектах, в других измерениях. Там время совсем по-другому идет и так далее. Моей душе 50 тысяч лет. Веры душа, по-моему, точно такая же старая душа, как и моя. Но мы встречали душам, которые по 180 тысяч лет. Пожелаю. 108-я душа, это первородные души. И у них куратор, это сам творец. И вот когда они обращаются к своему куратору, у них прямая связь к Отцу Абсолюту. Но таких душ очень мало. На Земле они приходят с определенными миссиями, они через себя пропускают какие-то энергии именно в Землю, из Земли пропускают какие-то энергии в космос. Мне самому там не все понятно. Но они чем-то своим заняты. И это важная какая-то работа. Когда у них кураторы приходят, он спрашивает, вы хотите, чтобы я пристал перед вами в женском виде или в мужском виде, как вам понятно? Я говорю, а как вы выглядите? Он говорит, чистая энергия. И чисто для нас он может сформироваться, в кого бы нам не было. Я выбираю себе девушку. Да, мне был такой опыт, что я тоже спрашивала, а как я хочу увидеть, как ты выглядишь? А мне говорят, а как ты хочешь, чтобы я выглядел? И я поняла, что реально это как мое сознание будет рисовать, так и будет появляться. Так и есть. Так и есть. Он даст именно ту информацию, чтобы было тебе понятно, чтобы ты это могла воспринять. И полезно. Да, у нас, например, есть ученица, и мы чистили, называется цивилизация Гор-Ира. Это именно та цивилизация, которая в Египте все это, все пирамиды, все это построила. И вот когда я у него спрашивал, с ним разговаривал, как вы выглядите, он говорит, от 7 до 11 метров. А стоит у нас в комнате диагностики нашего роста и так далее, мы его видим. Но от 7 до 11 метров. Так и мы там немаленькие. И мы там повыше, конечно, да. И постройнее. Очень интересно. Еще хочу задать вопрос по поводу вот этих аурор, которые, да, сияние неба. Как вы чувствуете вот эти инфлюенсы? Вот это то, что они... Они на нас нападали. Это роботы, цивилизация роботов. Они на нас первых нападали еще за полгода до того, как это все началось. А люди, как чувствуют, вырубают? Это же информация приходит на землю, да? Или это просто как иллюзии? Вера. Я могу лишь сказать, когда мы поднимаемся, там, где мы работаем, да, нейтральная зона млечного пути, и потом поток абсолюта. То есть я могу видеть, что происходит, и я могу видеть, как усиливается канал, в котором мы поднимаемся. То есть насколько он ярче стал и сильнее, если происходит что-то такое. И он становится сильнее сейчас? Да, сейчас он очень яркий, очень светлый. Конечно, мы спрашивали, что это определенная защита от всего, что происходит в атмосфере, и за атмосферой, и в матрице Земли. И очень много распылений, очень много вирусов и бактерий идет сейчас в матрицу, именно Земли, много аллергий и болезней разных именно от этих частиц, которые спускаются. Да, и тут мы возвращаемся к этому химтрейлу. Я это считал, в принципе, за фантастику и так далее. Оказалось, нет. Оказалось, что и люди, живущие на Земле этим занимаются, и космические цивилизации на своих кораблях. Мы видели огромную пирамиду над Землей, которая распыляла эту всю пыль. И эта микроскопическая пыль, она проходит через любую закрытую дверь. Это наночастицы. При определенном накапливании этой пыли у человека начинаются проблемы со здоровьем. Да, мы помним, мы тоже нам... Только ваша высокая вибрация, которую вы сами имеете, в состоянии не допустить эту пыль, чтобы она вошла в вас. Да, в принципе... Только выдавливанием при этих симптомах, как только появляется, именно то, о чем мы говорим в каждом нашем сеансе, выдавливать и сбрасывать в галактическое ядро, вы в состоянии освободиться от того, что вы даже не видите. А вопрос такой, они... Ну, космические цивилизации, у них карма не действует после этого? У них нет души. Так карма только у тех, которые... У них свои законы мироздания. У них совсем другое... Они нет... Ну, скажем, их творец не делал. Они сами себе сделали. У них другие задачи, соответственно, и карма другая. Если у них задача, там, накачать больше энергии в цивилизации человечества, так у них и карма будет, что он мало задействовал. Они используют нас, как батарейки. Как батарейки. Используют нас, подключаясь без всякого сомнения. Хотя где-то в глобальном смысле может быть что-то существует. Кто знает, кто знает. Да, да, да. Есть и тоже хорошие цивилизации, которые поддерживают, да? Ну, вот такие, как арктурианцы, например. Вы же представители Арктура. Я видела ваши энергии. И на самом деле это божественно, настолько ярко. И кристалл, который Инта несёт, конечно, это сумасшедшие энергии. Очень чистые, светлые. И у вас свой, видите, путь здесь вдвоём, чтобы вести народ, наверное, тоже как-то вот к очищению, к тому возвышенности. То же самое, что мы и делаем. Да, делаем. Каждый делает свою работу, да. Конечно. Ваша работа очень важная, потому что Меркаба – это единственная защита, универсальная защита, которая действует во всей Вселенной. Во всей Вселенной. Если вы владеете этим инструментом, если вы понимаете смысл, что её не просто надо крутить, а вникать в смысл этой Меркабы, как она работает. Вам не надо запускать что-то. Она у одного может в одну сторону крутиться, у другого в другую сторону. Именно смысл, что за этим всем стоит. Вы расширяете своё поле и ставите его под защиту. Но это поле должно уже иметь энергию и не иметь негатива. Вот, в том-то и дело. Да, мы тоже видим, что Меркаба работает тогда, когда человек не в страхе. Да, да. Она не будет становиться на границе. Проработал в страхе, проработал в программе, проработал в своей маму, папу. Вот всё это. И только тогда это, в принципе, работает. И мы видим, у которых Меркаба просто не работает. И даже мы слышим ваши чистки наших людей. Ну, как бы, блин, он же три месяца вроде Меркабу делает, но результата нет. Потому что это непроработанное. И она не активируется. Здесь надо различать две вещи. Есть такое понятие, как регрессивный гипноз. То, что мы делаем. Есть второе понятие, это проработка блоков и блокад. Эти блоки и блокады мы прорабатываем, например, с нашими учениками на втором модуле у нас. И это занимает порядка около семи дней. Потому что у человека... Я вам объясню, что такое блок или блокада. Допустим, у нас из реальных случаев у человека постоянное беспокойство. Он не знает, почему он спится с включенным светом. Он боится всего и так далее. Человеку 40 лет. Оказалось, что в три месяца мама его оставила в кроватке. Вышла куда-то в магазин. Он просыпается, никого нет, темно. И он понимает, что его бросили вон один. Этот страх у него засел через 40 лет. Всю жизнь в нем присутствует. Избавившись от этой ситуации, простив себя в этой ситуации, отпустив эту ситуацию, человека сваливается в груз. Первая пробка ушла. Начинаем опять прорабатывать. Где вибрирует у человека? Каждая блокада, она имеет свое место. Например, в ноге, в руке и так далее. Вы ныряете в эту ситуацию, смотрите эту ситуацию, прорабатываете ее, прощаете и по-новому переживаете, но вы уже в этой ситуации не плачете, как тот ребенок. Вы общаетесь со своим маленьким, с собой, обнимаете себя и прощаете. Вот это и решается так блокадой. Если вы этого не сделаете, то на одну блокаду идет, другая блокада и так далее, и так далее, и так далее. У нас была ученица, которая, по-моему, до сих пор... Проработка блокад, да? До сих пор прорабатывает уже после два месяца все свои... И находит до сих пор какие-то вещи. Вот. Ну, это нормально. Все имеет свой смысл. Откуда злость, откуда страх. Страх зло. Мы говорим о негативных вещах, потому что, если они присутствуют, надо найти, прежде всего, их причину. Если это демон, то без проблем. Если ящер, так тоже. Но мы всегда узнаем, почему он вошел. Иногда они объясняют. Иногда человек сам дает повод. Иногда гуманоид говорит, мне нравится, у него командные рептилоиды, они такие военные все. Вот, мне нравится в нем вот эта вот железная хватка. Вот это вот очень импонирует мне. И вот он в таких людей входит. Это практически 99% военных. Это вы понимали на минутку. Или все, кто во властных структурах, в них всех присутствует такая сущность. Мы не будем отходить далеко от темы. Знаете, ребята, раз вы этим занимаетесь, я хочу немножко дополнить. Я уверена, вы это знаете, но все равно я это озвучу, что иногда блоки могут идти в период беременности мамы. Ребенок что-то слышит, что его не хотят или что-то. Или даже с прошлых жизней. То есть человек может перейти в какую-то прошлую жизнь и увидеть незнакомых ему людей, попадая в гипнологию, в эту ситуацию. То есть бывает и такое. Да, и как раз мы с этим работаем. И самое начало, где мы начинаем, это при родах. Природа. У нас есть как бы два уровня курса. Первый курс – это вот мама-папа, прощение, страхи и все такое. И второй уровень – это уже проработка родов. И тогда уже у некоторых появляются регрессии уже с прошлых жизней. И потому что мы используем это глубокое дыхание, ребиртинг, как инструмент. Он очень глубоко очищает страхи. Методов очень много. Методов очень много. Цель одна может быть, но очень много путей к ней может быть. Если вы достигаете именно этим путем и так далее, вот это очень хорошо. Еще мы хотели спросить по поводу этих техники, которые вы даете после чистки людям. Да, и вот именно я записала сейчас пополнение энергии по всеми каналам. Достаточно ли того, что мы это говорим или нам нужно визуализировать эти энергии или обратиться для этого к нашим кураторам? Все, что вы делаете без визуализации, не имеет никакой силы. Каждое слово в сеансе, которое я с Юрой говорю, я это слово визуализирую. В этом и есть секрет нашей работы. То есть, если я говорю, я подхожу к демону сейчас и снимаю это. Это значит, в тот момент я действительно визуализирую, что я к нему подхожу. Все, что вы делаете, должно быть визуализировано. Это ключ. Без визуализации вообще ничего не работает. Потом, о чем мы говорим? Мы говорим о двух вещах, всегда о наших рекомендациях. Первое. После того, как вы чистыми пришли в чистую квартиру, где нет порталов, где ничего, вы заправлены энергией, все хорошо, но эта энергия не держится, как аккумулятор, скажем, месяцами. Вам надо ежедневно себя контролировать. Как? Например, вы утром встаете и даете себе команду. Закрываете просто глаза. В макушку моей головы начинает поступать семь высоковибрационных потоков по 380% каждый. Один, два, три. Потоки пошли, наполняет, усилит. В этот момент я представляю, как семь потоков идет, начиная с красного, оранжевого, снизу оно вниз идет, красный, оранжевый, желтый, зеленый, светло-голубой, темно-голубой, фиолетовый. Я даю себе время, пока я чувствую эти потоки. После этого я себя, например, заполняю своими родными энергиями. Вы можете заправиться энергиями арактура вашим, но нет смысла никому заправляться энергиями арактура, если вы плеядеянка. Я это хотел сказать. Здесь вам помогут только ваши родные энергии. То есть вы заправляетесь практически семью потоками своих родных энергий. Дополнительно можете дать себе этот поток. После того, как вы почувствовали, это легкая такая вибрация идет в теле. После того, как вы почувствовали, что вы как снизу, как бутылка стоит под водой, она со дна начинает наполняться. Как вы почувствовали давление в голове, даете себе команду. Частота вибрации поднимается до 38 Гц, к примеру, если эти цифры были названы в сеансе. Это значит, что именно та энергия, которую вы заправили сейчас, эти семь потоков, поднимает вибрацию до 38 Гц. Вы должны почувствовать легкую дрожь в теле. И самое важное, после того, как вы сделали, вы заполнены энергиями, синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Дали себе эту команду, и вся эта энергия начинает концентрироваться. Фиолетовая начинает мощнее, гуще становиться, и по чакрам она начинает гуще становиться. Все. С этого момента вы заправились энергиями. Вставайте, идите на работу. Пришли вечером с работы. Кто-то вам испортил настроение. У вас в голове какой-то каша и так далее. После этой работы закрываете глаза, успокаиваете дыхание. Входите в легкое состояние альфы. То есть, начиная с дыхания, мы работаем, например, атмическим дыханием. Это значит, что у нас сначала воздух идет в живот, потом выше поднимается, пока не ударит в макушку головы. Точно выдыхаем в обратном порядке. Если вы так минуту-две сделали, вы уже в этом состоянии. Что я делаю? У меня тоже бывает такое вышло, неприятные какие-то люди, как-то оно зацепило. Включая в себя внутренний белый свет, даете себе команду. Это значит, представьте себе, что у вас загорается лампочка. Причем по всему телу. Это ваш родной свет. И этим светом вы выдавливаете из себя все это темное. Представьте, что это темное. Это негатив, он темный. Вы можете его увидеть даже. Выдавливаете из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, находящееся в моем биополе. Это команда. И эта команда будет исполнена. И вы представляете, как этот свет начинает выдавливать. Именно представление. Это и есть визуализация. Вы представляете, как что-то нечетко, серое, что-то вышло и так далее. Открываю воронку в галактическое ядро под этим шаром. Сбрасываю его на переработку. Закрываю, опечатаю, растворяю. Галактическое ядро надо закрывать, если ты его открыл. Все, закрыл. И поверьте мне, через минуту вас отпустят моментально. Нет такого состояния, которое очень трудно выдавить. Да, это точно работает. Мне тоже эту практику дам. Именно. Я перевел на латышском. И мы дали на нашем канале. Это уже люди делают и работают. Я точно чувствую, как каждый раз, как вот такое тяжелое чувство сбрасывается. И то же самое с синхронизированной. Здесь, когда я синхронизирую энергию, то же самое чувство. Как бы он все расходится так пополам. По паукам, да. И становится яснее. Как бы вот когда... И еще когда вот какой-то хаос в голове, просто то же самое. Синхронизироваться энергии. И все становится как бы яснее. Вы можете любую боль убрать. Вы можете этим убрать любую боль в вашем теле. Мы, например, сферы точно так и делаем. Если что-то возникает, это три секунды. Дело раз. И все. Мы лечимся так. Мы лечим так же. И выдавливание. Выдавливание негатива. У нас просто такой биоробот, такие тонкие тела, что мы сильно в этом... А мы живем в очень грязных энергиях. Матрица Земли – это самая низкая энергия. Ниже нас только начинаются уже низкие мира, я так скажу. Мы на нуле где-то находимся. Мы поднимаемся несколько минут, пока мы наверх улетим от этой Земли. Несколько минут поднимаемся. Это не так быстро все делается. Но только там высоко мы чисто и можем работать. На Земле мы находимся постоянно. Поэтому эта практика здесь необходима. Что у меня вызывает непонимание, когда мы спрашиваем человека, который приходит на проверку. Мы всегда спрашиваем, что вы делали с нами рекомендованного. Ответ идет – читала манифест. Кручу в Меркабу, но не всегда. Это значит, результат равен нулю. Просто нулю. Человек никто ничего не делал. Именно те рекомендации, которые мы даем, вы уже чисты. Хоть сохраните эту чистоту. А сохранить ее можно выдавить из себя это все и заправить себя энергией. Вот именно это то, о чем мы хотели и поговорить с вашими учениками. Потому что очень многие не понимают это. Они думают, что Меркаба – это как та золотой ключик, золотая палочка волшебная, которая от всего. Есть сущности, которым Меркаба, например, не страшна, но они не придут к вам. Это очень высокоразвитые космические цивилизации. Вы для них неинтересны на этом этапе в Матрице. Поэтому здесь присутствуют в основном вредные нам сущности. Низкие. А все хорошие, они находятся подальше от Земли. Чтобы вы просто знали, почему мы только рептилоидовы и демоновы и так далее выскакиваем. А из хороших, например, Творец посылает таких, как вы, таких, как мы, парами. Вы делаете свою работу, мы делаем свою работу, но цель у нас одна. Это духовное развитие человека. Поднятие его осознанности. И работа с этой осознанностью. Если человек сам не себе несет эту частицу света, то все вокруг него будет озаряться этим светом. Но чтобы оно светило, надо выдавливать и поднимать энергию вибраций. И причем это делать, как вы зубы чистите. Со временем это войдет в практику. Но вы не представляете, как эти ваши энергии, которые будут заправляться, как они будут воздействовать на окружающих людей с низкими вибрациями. Они не выдержат рядом с вами больше 10 минут. Я когда, например, куда-то захожу, через 10 минут люди разлетаются. Меня это сначала удивляло, а потом мне объяснили, что это связано с тем, что просто поле очень сильное. И для тех сущностей оно практически на болевом этапе. Причем они что-то видят по энергиям, что мы можем с ними сделать. Они смотрят на нас, им не надо. Покажите вашу инструкцию, как вы устроены. Они смотрят и видят, что, о, вот эти цвета для нас смертельные, это опасно. А есть просто они смотрят, а человек пустой, как сосуд. Он понятия не имеет о своих энергиях. Он никогда с ними не работал. Вот это для них самая лучшая еда. Если вы не хотите быть батарейкой, работайте над собой. Поэтому вопрос еще, вопрос это из участников. Про драконах? Нет, это сделать чистку в доме. Потому что мы когда... Хорошо. Вопрос такой. Я не могу сделать чистку в доме, потому что я не хозяйка дома и не могу выносить из дома рога животных. Планирую через год сменить место жительства. Но я хочу очистить свое астральное поле сейчас. Что бы вы еще порекомендовали мне сделать, чтобы сохранить свою энергию? Активацию меркаба делаю уже два месяца. Второй вопрос. Нужно ли очищать поле после разрыва отношений, чтобы избавиться от привязки партнера? Давайте с первого начнем. Первый у нас был насчет рогов. И рога это мертвая энергия. Чтобы вы сразу понимали, все мертвое, что вот эти все трофеи и так далее, это энергия, которая вниз тянет. Точно так же сухие цветы. Это мертвая энергия. Если у кого-то есть цветы в доме сухие, избавьтесь от них. Это мертвая энергия. Она несовместима с живой энергией живущих людей в этом доме. Мы тоже об этом не знаем. Шкуры животных. Шкуры животных. То же самое. Все, что имеется с чем-то с болью и так далее, со смертью, не должно находиться рядом с живым. Что мы там говорили-то? Что-то на этой земле проходили какие-то события. Сущности тоже имеют возможность снизу пробиваться, сверху пробиваться. Зависит от людей, живущих в доме и так далее. Бывают такие дома, как в фильме ужасов с подвалами, с демонами и так далее. Но вопрос был не откуда порталы, а как защищаться, если это не свой дом, и там рога, и человек живет в этом негативе, а дом не может чистить. То есть в этом случае мы советуем чистить комнату хотя бы, где спит человек. Да. Вот что-то пространство, где отдыхает. И я хотела бы добавить на прошлый вопрос по теме визуализации, как Инта спрашивала, нужно ли визуализировать. Я хочу примером просто ответить. Вот вы сами чистились, да? И вы же слушаете, когда свой сеанс, вы же понимаете, что это вы вроде как, да? И вот вы чувствуете, того убрали, этого, почистили, контракты какие-то что-то убрали, это все с меня. И когда доходит до конца и начинается закачка энергиями, то есть человек все равно, он это чувствует, он представляет, где эти чакры. У меня, например, в руках, в ладонях с первого раза, как мы начали закачиваться энергиями, вот как шарик вот такой был, прям энергетический какой-то. То есть я просто хочу донести, что что такое визуализация, да? Можно просто представлять, но надо хотя бы понимать, где эти чакры и куда идут эти энергии. И слушать, вот когда ты говоришь команду, прислушиваться и представлять эти потоки. Вот только тогда будет какой-то результат. Точно так же и дом, да, про который спрашивают, например. Если у человека нет намерения защищать себя, то есть с какой целью он ставит Меркабу, с какими энергиями, с каким позывом, да, с каким намерением. Если он ставит с намерением защищать, то она и будет его защищать и работать. Вот. И все эти негативные энергии будут отталкиваться. Но он должен визуализировать, как эта защита будет работать. Это очень важно. Вот когда ты выставляешь этой защите программу, отражает любой негатив, идущий в мою сторону. Например, вы должны обязательно программу давать к своей визуализации и представлять себя в тот момент, когда она действует, когда она отталкивает чужую энергию. Если у вас это получится, у вас уже и стоит защита. Если вы просто сказали фразу, устанавливали себя в защиту, ничего не ощущая, демон, который рядом сидит, он будет смеяться. Все команды. Все команды должны даваться с намерением, понимая, что вы делаете. А второй вопрос какой был? В принципе, ответили, но второй был... Это был про дом, и второй еще какой-то был вопрос. Ну, придет еще. В принципе, я хотел только подтвердить, что это верно. Я даже, когда прослушивал свой подъем к Высшим Я, на 18 уровень, на 17 уровень, мне даже измененка пошла, когда я слышал эту запись. Вот, я же и говорю, что когда ты это слушаешь, очень много людей меняются после этого. То есть, когда ты это знаешь, ты уже не можешь жить по-другому, ты не можешь делать какие-то поступки. Тебя всегда будут возвращать в это. Но без понимания, без намерения, этот сеанс не нужен. То есть, если человек просто заказал какую-то таблетку какую-то, выпил, и все пройдет. Сила намерения. Все пошли, и я пошла. Нет, здесь надо... Это чисто индивидуальное решение должно быть, и ответственность за себя. Если человек действительно хочет получить эту защиту, если он понимает, о чем вообще идет речь, иди дальше. Если ты не понимаешь, лучше разберись. Это же стоит в манифесте. Я беру ответственность за свои энергии. То есть, это понимать нужно, проговаривать и понимать, что ты действительно берешь ответственность за свои энергии. Мы просто уже как бы разобрали у нас... По частям, да? По предложениям, правильно. Потому что просто непонятно у многих людей, которые еще не встречались, как бы, а кто такие представители Матрицы? Как бы, ну, в таком надо... Ну, мы объяснили все это, и, ну, как бы, тоже помогает. Но это процесс, это процесс. Представители Матрицы, понимаешь, у нас еще 10 вопросов, так что нам уже... Представители Матрицы Земли и члены Совета — это сущности, которые считают, что они хозяева здесь, и им решать, когда человек и где будет перевоплощаться и так далее. Поэтому мы им всем объявляем полный запрет. Они не имеют права на наши... Так сказать, бывают такие случаи, когда душа перерождается и идет сразу в новый какой-то круг свой сансара, куда они ее посылают, а никуда сама душа вызывает. Поэтому мы запрещаем на нас влиять и вторгаться в наши энергии, и запрещаем это силой нашего намерения. Это универсальная... Много раз повторили, еще, как бы, наставили на это, чтобы люди, вот, силой намерения, как бы, верили в это, что я хозяин, и вот я так сказал. Абсолютно верно. Но какой ты хозяин, если ты через полгода приходишь и тебя спрашивают, а что ты сделал, а ты говоришь, кручу меркабу, когда есть время. Или читай манифест. Манифест... Есть такие и есть такие. Есть разные. Просто я хотел объяснить важную такую деталь, что манифест читается, когда ты чистый, не до чистки. Какой смысл читать манифест, если в тебе пять сущностей сидят? Верно. Они уже зашли, вытащи их сначала, а потом уже для себя. Это дается для тебя. Сущность знает, что ты прочитал манифест. Да, пожалуйста. По этому поводу вот следующий вопрос. Как понять, что у меня нужна очистка биополя? Есть ли какие-то симптомы, чтобы это понять? Или сказать, пора провериться? Я думаю, лично мое мнение, если человек задает такой вопрос, то нет. Он не знает, зачем ему это нужно. К нам приходят те, кто знают. Значит, тогда надо еще инвестировать, понимаете, чуть-чуть время разобраться, надо тебе это или нет. Если ничего в тебе не резонирует, а это именно то ключевое слово, когда идет какая-то информация, она в тебе резонирует. Она или отталкивает в тебе, или начинает сердечная чакра приятно вибрировать. Это правда. Вот тогда соглашайся, тогда иди дальше. Твой куратор тебе поможет. Но если ты понятия не имеешь, куда ты идешь, не надо тебе туда идти. Разберись в себе. Может, тебе другое что-то. Мы поэтому советуем смотреть наши сеансы перед тем, как прийти к нам, чтобы человек понимал, что с ним делает. Мы даже у детей спрашиваем лет после 12, знает ли ребенок, что с ним делает. То есть, что это за чистка. Понимает ли он, что это. Даже младше дети были, которые осознанные уже души, именно тонкие тела. Следующий вопрос такой. Знает ли интерференты, что будет чистка и могут ли они в этот момент выйти из биополя человека и затем снова войти? Да, знают. Нет, не могут, потому что синхронизированы. У нас был один такой случай, когда нам с Верой, мы не могли полчаса связаться через скайп. Нас постоянно вырубает. Нет связи, нет связи. А нам надо клиента поднимать, серьезного клиента. Потому что, судя по его описанию проблем, там сидела сущность. Вытащили клиента. Все равно я нашел с Верой какую-то часть его энергии, той сущности. А это был ящер. И этот ящер связался со своими ящерами, которые находятся в матрице Земли от этого человека. Они нашли этот спутник, который нас связывает с Верой. И воздействие было уже на спутник, именно на наш канал. Через полчаса, когда он рассинхронизировался и убежал, в надежде, что мы его не споймаем, связь заработала. Это мы уже узнали от него самого, когда я его нашел. Потому что, что бы он ни делал, все равно остается какая-то микрочастица. Если она у меня есть, я могу вытащить по каналу эту сущность. Очень редко, что они успевают что-то там спрятать в свои концы. Но это был именно такой случай. Они могут воздействовать даже через спутники на вашу связь. После этого у нас появилась новая защита. В комнате диагностики. Мы защищаем свои каналы, поэтому у нас нельзя, чтобы... Один раз недавно совсем у нас клиентка была, тоже от вас. И мы вытащили очень опасную сущность, она Драго. Цивилизация Драго. Драго они ставят выше всех. После них идут ящеры, после этого рептилоиды и так далее. То есть они самые передовые, самые мощные. И он стер нам 40 минут записи. Осталось только 10 последних минут. Я такой даже себе представить не мог. Я смотрю на видео, хотел выключать, а оно показывает. 10 минут идет запись. А мы час отработали. Очень интересный сеанс был даже. Очень интересный был сеанс, да. Они умеют как управлять технологиями тогда, влиять на технологии. Они могут влиять на технологии. Как минусовая меркаба. Потому что мы знаем, что у некоторых людей, которые меркаба как бы с минусом, у них технологии ручатся. Компьютеры не работают и все такое. Меркабу также можно ставить и на неодушевленные вещи. Например, на свой же компьютер, защищая его. Меркабу можно ставить на свои видео, чтобы глупых людей не притягивали они и так далее. Это надо все визуализировать. Меркаба – это универсальная защита как для душ, так и для всего остального, что душе приятно. Золотая решетка еще есть, работает очень хорошо. Тоже на экран поставим. Золотая сеточку мы ставим, да. И вы можете поставить, например, перед экраном. Вы должны понимать одну единственную вещь. Я сейчас немножко отклонюсь. Вот этот искусственный интеллект, о котором мы говорили, он в состоянии действительно проникает, даже если вы смотрите видео, как делать картинки из искусственного интеллекта. У нас было уже куча случаев, когда мы вытаскивали подключки гуманоидов. Они проходят именно на интерес человека. Чем далеко ходить? Ольга, наш администратор. Вот это она так подхватила какого-то гуманоида, который вошел через нее, или робот это был, через именно просмотр видео, информации. Но там должен быть на основе такой интерес какой-то, эмоция, какая-то энергия, на чего можно… Ты должен свой интерес, безусловно, показать, да, конечно. Если тебя это заинтересовало, связь установлена, все. Связь установлена, и по этому каналу он как-то прыгает через компьютер. Я не знаю, как они это делают, у меня такого не было, но вот Ольге нашей повезло. Очень интересно. А мне вопрос по поводу драконов. Это то, что вы говорили, что драко и драконы – это то же самое? Две разные вещи. Нет, нет, это разные. Есть цивилизация драко. Они выглядят… Вера, как они выглядят? Полулюди, полуисхостанки. Они выглядят, знаете, как, если видели, вот самое такое приближенное, что я вижу, да, это как кинофильм «Хищник» есть, вот такой, передвигается, который очень быстрый, у него такое какое-то очертание. Причем все драки – это рептилоиды, но не все рептилоиды – драки, как там писали. Это королевские. Королевские? Королевские, да, они как бы… Да, они какие-то, да, очень высокая каста, и они как телепатические очень, они читают мысли, они читают все мысли, и от них трудно защититься. Вот это у нас и произошло буквально пару недель назад, столкнулись мы вот с этим стиранием сеанса. Ну и как вы исправляетесь, если они как бы с телепатией нападают на вас? Усиливаем защиту. То есть мы сразу же вызываем кураторов и спрашиваем, что делать. Нам говорят или новую защиту, или усиливаем старую, или прибор какой-то появляется. Если мы смотрим с того точки зрения, что я беру ответственность за все, что происходит со мной, то, в принципе, с вашей стороны у вас было, наверное, намерение усилить защиту, усилить свои способности и так далее. И поэтому вы притянули их? Да, потому что клиенты, они даются, понимаете, по твоей силе. Мы уже обратили это внимание. И очень часто нас закидывает выше, если у клиента какой-то подселенец там такой, с которым мы можем справиться. Но этот уровень недостаточно до него. И нас переводят выше. Так часто тоже бывает. Я хотела, знаете, еще про Меркабу добавить. Один такой нюанс небольшой. То есть мне один раз показали ее. И что такое Меркаба? Это звезда Давида только в 3D. И это очень интересно так. Потому что мы ставим звезду Давида на окна, двери, когда чистим дома. И, в принципе, если вы ставите, как Влад сказал. Мы ставим печать царя Соломона. Но оно и есть звезда Давида. Да. Да, оно и есть звезда Давида. Да, печать царя Соломона. То есть в 3D это и есть Меркаба. И, в принципе, вы можете делать объекты какие-то Меркабой защищать. Или животных, как мы это делаем. Кошечкам, собачкам, черепашкам. У нас даже одна из наших участниц смогла у своих детей установить Меркабу просто с ее вмерения. Правильно. Но детки чищены должны быть. Иначе вы не выпустите. Потом просто она с силой намерения вот смотрела на них и вот ставила как бы Меркабу. Давить его рядом с собой стоящим и вытащить, выдавить из него, включая тебе внутренний белый свет. И ты выдавливаешь. И это все происходит. А это хорошо. Здесь был у нас вопрос, как защитить детей до 11 лет. Вы уже ответили. И скольки лет ребенок должен это делать сам? Ну смотрите, ребеночку нужно же объяснять. У нас много сеансов с детьми, там кураторы объясняют, приходят. И что вы рисуете с ним, хотя бы показывайте, где эти чакры. Чтобы ребенок, он же не понимает, да, еще, что для него это будет как само собой разумеющийся. Когда ребенок растет, ему 16 лет, из него переходный возраст, ему это не надо. Его друзья это не знают. А когда у него с детства есть это понимание, он в какой-то момент все равно вернется к этому. Архангел Ханиэл, Архангел Михаил, с которым мы встречаемся, кто-то из них говорил, что это очень важно, чтобы прививать эту информацию именно в этом возрасте, в котором находится ребенок. Он может это понимать в виде игры. Нарисуйте ему, покажите цвета этих чакр, потому что у ребенка визуализация развита в 100 раз лучше, чем у нас всех вместе взятых. Для ребенка вообще это единственный свет, он не знает ничего другого, он еще наполовину связан с миром. Он и визуализирует легче. Да, а поскольку они уже в этом возрасте узнают о этих цветах чакры, о том, что есть возможность заправляться, что надо представлять себе это, визуализировать. Вот посмотри, к примеру, на что, на ручку. Закрой глаза, представь себе эту ручку. Вот как ты ее представляешь, от этого уже зависит твоя работа. С этим образом ты уже можешь работать. Мы даже думаем об новом курсе по визуализации даже. Для деток. Вы знаете, это жаль, что этому не учат в общеобразовательной школе. А ничему не учат в школе. Ни в одной школе не учат одному. Как быть нормальным человеком? Понимаешь? Ни в одной стране. У нас работа не закончится там еще долго. А, вот. Так, следующий вопрос. Как быть нормальным человеком? Нет, это понятно. Очистить белое поле и поставить... Первое, надо быть человеком. Да. Ну, пойдем обратно к дракушам. На каком уровне драконы могут способствовать развитию человека? Знаю, что они помогают многим магам и шаманам. И тоже, как бы... На том уровне, где у них есть контракт, наверное, они меняют какую-то свою силу на вашу энергию. Ну, в принципе, как бы, ну, они могут способствовать развитию... Вашего согласия. Ну, почему нет? То есть, вся Азия когда-то имела с драконами связь. Вся Азия до сих пор имеет... Вся Азия до сих пор связь с драконами. Я это хотел сказать. Ну, это контракт. Это контракт и обмен энергиями. То есть, если это с вашего согласия, пожалуйста, так же, как и с джином. Ну, да, верно. Вы должны понимать, что... Он зарабатывает, вы зарабатываете. Дракон – это темная сущность. Это темная цивилизация. Есть... Мы встречали очень много драконов, они бывают разные. Драконы бывают синие, драконы бывают красные, драконы бывают белые, драконы бывают одноглавые, двуглавые, трехглавые драконы. И каждой головы свой уровень. Есть драконы, которые жили несколько тысяч лет назад. Мы встречались с этими драконами. Эти драконы, они вселяются в человека для того, чтобы научить свою молодую голову, как воровать энергию. Вы должны это понимать. Если вы заключаете контракт с драконом, прося дракона о чем-то, это контракт. Он слышит слово «дракон» везде, где бы он ни находился. Только он слышит это слово, он может сразу в человека влететь. Но еще давать ему какие-то желания – это подписать добровольный контракт. Для него это считается контракт. Вы отправили свой запрос, он на него ответил. Если вы отправляете запрос, конкретный запрос, он всегда доходит. Если вы отправляете запрос, не зная, куда вы отправляете запрос, то его возьмет тот, кто первый его схватит. Пробивая через матрицу, у вас запрос. Перехватят греи, гуманоиды, ящеры, те же драконы и все остальные. Поэтому мы и говорим, что стоит в манифесте. Защищать свои энергии. А не дарить их дракону. А не дарить их дракону. А тут речь идет о кому подарить мои энергии. У нас был случай, действительно тяжелый случай, я помню. Был контракт с какой-то очень серьезной сущностью. Как, по-моему, демоняка какой-то был. Но там ребенок лежал в призмерти, и мать просила Вселенную. Вот на эту Вселенную пришел гуманоид. Он действительно вылечил этого ребенка. Но после этого мать последние 20 лет не может себе найти покоя. Потому что она платит за этот контракт. Да, да. Мы это тоже рассказываем. Да, так и есть. Надо просить, что-то будет давать. Будьте осторожны вообще со своими желаниями. В противном случае это может случиться. Мы считаем, что если мы говорим, что я хочу это, но на обмен я буду дать энергии любви. Визуализируй себя лучше в этом состоянии, в котором ты хочешь находиться. И причем в этом состоянии должны быть счастливы все вокруг тебя вместе с тобой. Ну там много вариантов. Вариантов очень много. Но опять-таки каждый вариант подходит не каждому человеку. Именно. Ты должен иметь... Для одного это слишком слабо, для другого слишком сложно. Каждый должен находить... Информация находится именно по уровню развития души. Открываешь просто видео, и тут тебе как раз идет твой запрос. То, что тебя буквально недавно интересовало. Это так действует, например, куратор. Так он подсказывает. Вы увидели двойные цифры 22-22. Вы в канале. Вы находитесь в канале. Любые двойные цифры. 11-11 здесь, здесь. И так далее. Это так разговаривает с вами куратор. Это значит, что вы его слышите. В этот момент вы можете получать какую-то информацию еще. Можно бесконечно долго говорить на эту тему. Тем более с нами. Да, очень интересно. Да, очень интересно, реально. Хочется добавить еще то, что вы рассказываете еще. Спросить-просить. Но у нас есть вопрос, поэтому мы... Поехали по вопросам. Давай. Может быть такое, что у космической души есть куратор с Земли. И сколько кураторов может быть у одного человека и меняются ли они в зависимости от задачи? Вера. Во-первых, можно быть ли космической души куратор с Земли? С такого как бы вопроса, что научить космическую душу находиться на Земле и приспособливаться этими энергиями. Может такое быть или это... Ну, пусть Вера ответит. Мы такое не встречали. Я объясню немножко. Как правило, куратор – это тот... Та душа. Та душа, да, которая приходит вместе... С вашего уровня. С тем, кого он курирует. Да, с той же планеты, с теми же энергиями, чтобы именно на Земле дать ему своих энергий. Потому что на Земле он все равно подстроится. Он родится здесь, он живет среди человеков, людей. А именно духовно ему нужны те энергии с куратором, которые... Он духовно может связываться легко. Поэтому... Ну, мы такое не встречали, честно скажу, чтобы куратор с Земли был подопечный, грубо говоря, с Плеяд или с Арктура или с Лирой, Лирианец. Вы не забывайте, что Земля, она же тоже одна из планет космических. Это тоже не надо забывать. Просто на Земле у нас есть чувства, которые мы можем переживать именно на этом объекте. А так-то это космическая планета тоже. То есть она находится так же, как и другие планеты. И второй вопрос был, может ли быть... Несколько кураторов? Конечно, может. Может быть, куратор и учитель. То есть когда человек готов, когда он начинает свое развитие, ему нужно что-то больше, у него приходят, естественно, учителя или кураторы сильнее этого, чем у него был, пока он был там ребенок, и до какой-то степени. Бывает, прибавляются кураторы, конечно. Я от себя добавлю, насколько мне известно, и по опыту работы, куратор всегда приходит именно с того объекта, с которым сама душа. Например, у вас бы Сарктура, у вас куратор Сарктура. Не встречал я никогда, чтобы куратор приходил с какой-то другой планеты, с другого объекта или с другой цивилизации. Эти души, которые являются кураторами, они жили на Земле. Они проходили точно такой же опыт, но в этой жизни, перед воплощением, вы пригласили его сами в свою жизнь и попросили, чтобы он был вашим куратором. Вы обговорили всю вашу программу, так называемые кармические узлы, что вы хотите, это ни в коем случае не негативно, что вы хотите, чего добиться в этой жизни. Если в процессе своей работы вы прошли, скажем, там, три каких-то узла и уже достигли какого-то, ваша программа выполнена, или четыре узла, но вы опять пошли еще дальше этой программы, то дается еще дополнительный узел. Это ни в коем случае опять-таки не негативно, это дается вам шанс, например, в какой-то отрасли получить какие-то очень серьезные знания. Тут и нужен вам куратор. Вот он заинтересован только в одном, не сколько у тебя будет денег, потому что он говорит, деньги к тебе придут именно тогда, когда ты будешь на своем месте, заниматься любимой работой, а не наоборот. А, например, как поступить в какой-то определенной ситуации, как решить духовные какие-то вопросы, какие-то отействия, знаешь, как поступить в какой-то ситуации, как будет правильно. Куратор с удовольствием ответит на эти вопросы, если вы в состоянии с ним телепатически общаться. Кураторы общаются только телепатически, они общаются с знаками сначала, о которых мы говорили, двойные цифры и другие. По телевизору кто-то что-то сказал, о чем вы как раз думали, о тех случайностях, я так условно говорю, случайностей не бывает. У них очень много времени все так сделать, чтобы даже мы, когда с Верой встретились, Архангел Ханил говорил, что нам пришлось очень серьезно поработать, чтобы мы встретились. Мы действительно с ней сразу... То же самое у нас, как бы, да. Мы обучались, и вот как-то нас так из 70 человек нас свело с Верой именно в одну пару. С тех пор мы больше никогда не менялись, не брали никаких других, и лично мы ни с кем не работали. Там еще один вопрос был по драконам, о драконах такой... Потому что они так интересны. Ну, давайте. Интересны, да. Каким энергиям приходит в биополе красный дракон уровня 3000? Во время чистки... Зная, как... Зная, на какие энергии приходят, но дальше не объяснил. Ну, драконы 3000 на уровне довольно высокие такие драконы, поэтому я говорю, что если там бы сидел бы дракон 700-ый, там, тысячный какой-то и так далее, мы же просто знаем их цифры, они до 10 тысяч и выше идут. Вот. Соответственно, я знаю, насколько они... Чем выше цифра, тем у него больше опыта, тем он старее, тем у него больше силы, чтобы так... Это значит, а и душа, ну, развитие... Уровень развития души тоже... Вот я и спрашиваю. Вот я у него и спрашиваю. Как правило, космическая душа. Космическая душа, от которой он получает энергии. А, например, те энергии, которые он нигде не может получить в другом месте, он может получить от ангельской души, переработав ангельские энергии в те энергии, которые ему необходимы. У них есть такие конвекторы. Вот. У нее устанавливают драконы всегда свои платы. Те, кто думают, что они пригласят дракона и будут с ним летать, да, вы будете летать, вы будете видеть отличные галактики, галактики, но вы будете видеть... Картинки. Картинки, которые вам дракон свои, личные посылает. Вы будете на Земле, вы никуда не летаете. Вам будет иллюзия создана. За это он у вас заберет столько энергии, что вам мало не покажется. Так, верно. Идем дальше. Да, хотела попросить по поводу, по какой шкале вы определяете вибрационные герцы, в которых вибрируют люди. Это то, что вы на чистке говорите, что на уровне 27, и какая самая комфортная чистота, на какой вибрирует. А что это за шкала? Потому что у нас некоторые участники после чистки спрашивали нам, как знать вот эту шкалу, как знать, что я вибрирую на 25 или на 28, или на... Пусть Вера скажет. Вера. Ну, я не думаю, что есть какое-то ограничение этой шкалы, то есть у разных миров и разных уровней есть свои вибрации, так же, как и у разных объектов и у людей. Значит, энергии, которые мы закачиваем в сеансе, то есть, например, 380 и 25 герц вибрации, они легкие, они очень быстро раз... Нет, Вера, вопрос был, кто дает эту информацию? не кто дает, а до какого уровня шкала, я так понимаю, где брать вот эти вот цифры, да? Вот цифры, которые мы даем в сеансе, они приходят на конкретную душу, на конкретного человека. Иногда это больше, иногда это меньше, иногда при проверке это другая цифра идет, потому что на данный момент ему надо больше или меньше. Но в матрице Земли оно быстро, как сказать, выветривается и энергии, и вибрации, поэтому, в принципе, каждый день нужно заправляться. А шкала, откуда она идет, ну, от нуля до бесконечности, я бы сказал, потому что мы же не знаем, на каких уровнях вибрируют другие галактики или целые планеты, да, то есть... А это шкала, как бы... Потому что, если там в Ютубе пойти посмотреть, например, там возьмите там 520 герц, там такие, такие... Да не дай бог, не дай бог. Это вот... 520 это музыкальные, наверное, какие-то герцы, я бы сказала. Вопрос был к различия, вот то, что вы закачиваете и вот это остальное, что... Я вам объясню, есть определенные такие рамки, приблизительно, которые мы знаем. От 300 до 400 процентов энергии в среднем идет, во всяком случае, от клиентов, которые мы видели, вибрации идут от 23 герц, я говорю, за взрослых, до, скажем, 30-35 герц. Вот это средняя, это шкала, но эту информацию нам дает именно сама душа, сама тонкая копия, когда мы запрашиваем, я спрашиваю, сколько информации нужно Татьяне и какая частота вибрации? Сколько энергии? И в этот момент сколько энергии и какая частота вибрации в процентах, да. И вот Вера получает две цифры, эти цифры она сообщает. Я могу вам сказать, ребят, вот вы уже опытные, да, вы попробуете повысить себе вибрации, например, в одной чакре, в голосовой, например, возьмите и прибавьте, вот, и вы сразу почувствуете, правильные это цифры или нет. Ну, у меня такой немножко там такой колбачник начался. Вот, сильно большие, потому что не надо вибрации, чуть-чуть сните. Мы добавляем в разные чакры разные вибрации при закачке, то есть у нас свои определенные. Не надо особо экспериментировать за эти цифры. но если вот вы понимаете и опыт имеете, попробуйте чуть-чуть поднять, не надо на два там герца просто. И вы другой какой-то или комфорт почувствуете, потому что вы уже доросли до этого, и этой чакре нужно больше. Или же, когда болит горло или что-то, то же самое, мы раскручиваем, но мы много берем, потому что мы работаем с этой энергиями и вибрациями. А вот в матрице попробуйте чуть увеличить, и вы сразу поймете, правильно это шкала или нет. не до 500, конечно. Я говорю только о наших клиентах, мы сообщаем в сеансе, те, кто у нас был, мы говорим эти цифры, эти цифры вы должны просто знать. Как Влад говорил уже, это резонирует. Если, к примеру, у тебя начинает или там в груди или где-то болеть, ну, в груди, хорошее сердце, несмотря на заправку энергии, а ты заправляешься 35 Гц, к примеру, поднимите до 55 Гц, к примеру, здесь эту чакру. Это много здесь. До 45, к примеру, по чуть-чуть поднимай, во всяком случае, пусть разница минимум 10 будет, 35-45. Вы почувствуете сразу разницу и как боль уходит. Потому что, когда энергия работает при этой частоте, она выкидывает все эти боли, которые находятся именно в этой чакре. Если у вас что-то на уровне сердечной чакры находится, там тоже можно выдавливать. Я говорю про вас, потому что вы опытные. Ни в коем случае, конечно, начинающим такого пробовать не надо. И вообще нужно понимать, что такое вибрации. Хотя бы вот цифры, которые мы даем научиться чувствовать, видеть, немножко визуализировать, покалывания какие-то чувствовать. С каждым днем оно будет больше, больше, больше приятнее и в конце станет без этого уже вроде как нельзя. Как умыться, почистить зубы, гигиена какая-то, закачать энергии, вибрации поднять, выдавить негатив. То есть тот, кто опытный, ну как, имеет опыт какой-то, не обязательно там совсем опытный, он может это почувствовать. И вот тогда вы можете уже здесь балансировать и играть с этими энергиями вибрации. Чуть-чуть больше в одну чакру добавил, чуть-чуть раскрутил вибрации в горловой чакре, потому что вы оратор, вам выступать. надо проверять и надо просто третий глаз, коронные чакры. Вы можете просто сами себя телепатически, если вы уже на этом уровне, можете сами видеть свой фантом, спросить себя, какую частоту вибрации мне нужна, и вы получите информацию. Так. Следующий вопрос. Что бы вы порекомендовали в данной ситуации? Я была на чистке дважды, последний раз это было в ноябре. Делаю меркабу, считаю манифесты, сбрасываю. О чем я и говорю. Считаю манифесты и кручу меркабу. Да тут еще есть. А, еще есть, давай. Сбрасывай негатив, наполняй своей энергией. При этом я нахожусь среди много людей в различном среде. Могут быть ситуации, когда вибрации тоже падают, а это риск кого-то прицепить. Можно ли время от времени делать просто чекап без полной чистки? У нас проверки всегда есть. Конечно, у нас всегда есть проверки. Проверка. Но я бы что посоветовала здесь? Это меркаба, то есть устанавливаемая с намерением. Много народу, но я защищен. Это намерение идет изнутри. Да. Мы об этом можем говорить и говорить и говорить тоже так, как вы об этих рутинах. Но мне тоже все время говорили, ты должен верить, что она работает. Она не работает, если ты не веришь. Да, если ты идешь в толпу, ты устанавливаешь намерение. У меня же есть меркаба, как это? Я ей доверяю. Для чего я ее кручу тогда? Для того, чтобы она защищала меня. Это процесс, понятие. Это процесс, Это один из вариантов. Второй вариант, это, конечно, работа, как и кураторы все рекомендуют, это работа со своим стержнем. Это слово вы слышали. Внутренний стержень. Давайте я вам объясню, что такое внутренний стержень. Он идет вдоль позвоночника по энергетическим центрам, то есть там, где наши чакры. Он или прямой, или он закрученный, как спираль, он может быть разным. Вы можете, если вы чувствуете уже этот стержень, как по нему энергия проходит, в такой ситуации просто расширить этот стержень за пределы вашего биополя. Это является одной из самых сильных защит. Если вы еще сверху меркабу поставите на нее, то вы железнобетонно защищены. Никто не может как раз есть такая практика. Именно комбинировать и то, и другое. Свои родные энергии и меркабу. Это все взаимосвязано. Идем дальше? Без работы энергии, ребята, меркаба не работает. Без работы с энергией мы должны и намерения визуализации. Ага. А следующий вопрос. Живу с мужем трое детей. Я и дети проходили чистку. Регулярно сбрасываю негатив в себя и детей. Дети еще маленькие. Дом также почистили. Но муж не проходил чистку и потенциально приносит что-то внутрь дома. Что делает дом грязным? Какие практики я могу делать, чтобы защищать пространство своего дома? Я не думаю, чтобы он приносил что-то в дом, но уже в нем сидит. Я объясняю эту ситуацию. Мы всегда рекомендуем чистить действительно всю семью, но случаются такие случаи, когда кто-то один из партнеров неосознанный в том плане, что бесполезно ему говорить. У меня папа такой, ему 88 лет, я ему не могу это рассказывать, что я вам рассказываю, он это не понимает. Он хорошо и включает свой телевизор. Здесь немножко совсем, конечно, по-другому. здесь сейчас как бы это лучше выразить. Сущности в человеке сидят здесь. Синхронизированы. Как мы понимаем, если дом почистен, ему некомфортно будет. Ему некомфортно будет, и он будет выплескивать этот некомфорт на семью, на жену, Он будет провоцировать этого человека делать скандалы, деструктивные действия. Наши защиты, которые мы ставим в доме, реально пробить только изнутри. Смотрите, но это последствия. А вопрос был, как защищать опять же себя и дом, правильно? На то, что там муж нечищенный с кучей сущностей и его это может задеть, вопроса не было. Поэтому мы ответим на вопрос. Просто не потянуться, а не реагировать. на драму. Это понятно. Но вопрос был, как защищать дом, если муж что-то приносит или что-то выплескивает из себя какие-то. Вы должны понимать, что не стоит никого убеждать идти на чистку. Дело в том, что если дом уже защищен, вы же получаете наши чистки полностью, мы ничего не вырезаем. То есть, если на нашем канале это третья часть от всей чистки, или какая-то четвертая может быть, то все, кто прошел наши чистки, получают полностью чистку. И дома, и животных, и свою, и встречу с куратором полностью. Так вот, там есть купол, который мы устанавливаем с энергиями Абсолюта. Вот можно его визуализировать, как правило. То есть, просто послушать, как мы это делаем и дать такую же команду, но опять же, с намерением и визуализацией. Окей, этот купол стоит, он защищает, опять же, я в него верю, все почистилось, детки чистые, я защищен. Ну, а муж, здесь вопроса про него в принципе не было, как его будет колбасить там и толкнись изнутри. Я не совсем уверен, что то, что Вера говорит, сработает именно по той причине, потому что купол надо еще знать, к чему подключать, его надо визуализировать, в конце концов, надо иметь хотя бы понимание того, что ты делаешь, можно подключить не то и не туда, очень легко. Можно, да, поэтому есть сеансы, в которых мы говорим, как это делать. Чистка слушается вроде легко, на самом деле, это намного энергозатратнее, чем чистить человека. Если я так понимаю, если такой возник вопрос, значит, человек все чистит, делает, смотрит, и поэтому он сможет визуализировать, тем более он знает, что уже стоит купол. Представлять его и знать для себя, что энергии работают. То есть не надо ничего устанавливать, все установлено уже. Постараться визуализировать и верить. Ну и самый лучший совет это был бы, конечно, не реагировать на негатив, который идет от этого человека, это будет самым правильным. Потому что он так сразу и затихнет этот негатив, когда он не находит почву, где ему развиваться дальше. Если на вас кричат, и вы в ответ кричите, вот это именно то, о чем я говорю. Здесь не поможет никакой купол, конечно. Здесь все пробьет моментально, да. Вопрос с чаток. Как я могу защищить ребенка, если мама не в теме? Ребенок сам должен после чистки все представлять, если он осознанный. Это папа пишет или кто это пишет? Это папа пишет, да. Если папа, если это его родной ребенок, он точно так же может в принципе... Да, у нас есть папа чистят ребенка, хотя ребенок не живет. Мы просто детей поднимаем сначала отца, а потом поднимаем ребенка. И все. А так или нет? Просто просим ребенку объяснить. Какая разница мамой или папой с точки зрения энергии, как бы защиты? У нас работает и то, и другое. Я не вижу. Но мама выносила его. Но если мать умерла, например, или мать ушла в другую семью или так далее, и нет связи, что это значит, что нельзя ребенка чистить? Конечно, можно. Но чистить через второго... Никто не говорит, что нельзя чистить. Спрашивают, какая энергия. Да, конечно. То есть все-таки это мамина, как сказать, участь, да, защищать, вынести ребенка, вскормить его и защищать до определенного времени. А папина роль защищать всю семью. То есть если это работает, это вообще идеально. Но если нет... А если ребенок остался с папой, а мама ушла в другую семью. Так что теперь? Значит, ребенка не чистить? Никто не говорит, что ребенка нельзя чистить. Мы сразу сказали. Оба родителя имеют право. Конечно. Но ребенку нужно объяснить, что с ним делают. Даже если ему 7-8 лет. У нас был такой случай, папа сказал, ребенок как раз в теме, а мама вот нет. Мы подняли, мы, кстати, какой-то гуманоиды или что там, большую сущность какую-то с него вытянули. Ну там и ребенок был, осознанная душа, продвинутая какая-то. Сейчас приходят новые поколения, они действительно... У нас ребенок был, который в 7 лет попросил проверить его на контракт, я сам говорю, в 5 лет даже. В 5 лет ему было, он еще, наверное, нормально говорить не может в жизни, а там он попросил проверить его на контракт и аннулировать. И да, там действительно что-то было, какой-то еще, который не начал работать контракт, но он уже был, находился в его биополе из прошлой жизни. Понимаете, мы что общаемся... Один из наших людей сын бывший воплощении был в межгалактической полиции. Мы встречаем много коллег, мы же тоже работаем в межгалактической полиции, сущности видят нас, у нас какой-то есть там знак, поэтому они говорят, отпусти меня. Еще такой вопрос, когда... Хорошо, из чата. Когда пополнялась энергией с утра, мне очень было сердце, ну, как стучало сердце, и мне становится страшно, что не так? Сущность. Страх это сущность, я бы сказала. Сидит, человек проходил чистку? Наверное. Наверное, если пополняется... Наверное, но первое, что если ассоциация со страхом идет или какая-то боль, то, значит, сердечная чакра блокирована, в этом месте обычно драконы устанавливают платы, лизарды, хамелеоны залетают с удовольствием сюда, которые увеличивают любую вашу эмоцию в 4-5 раз и делают скачки, где нормальная радость становится сумасшедшая радость, а потом самое страшное горе. Вот это вот так они... Потом они скребут еще на сердце. Боли бывают разные, разные вещи. Ну, так заочно, я могу сказать, только если я фотографию вижу, я могу просканировать ее и... Ну, наверное, следует обратиться к проверку. Я бы рекомендовал, это ненормально, если в сердечной чакре что-то не проходит, это указывает только на блокаду или на какую-то сущность, которая блокирует эту энергию протекающую. Я бы еще, может быть, сказал, чтобы посмотреть просто, может, там какая-то грусть или что-то такое, как бы, ну, просто... Попробуй, вот как раз, попробуй выдавить это чувство. Вот тебе отличная тренировка. Попробуй выдавить. Может, ты сам избавишься от этого всего. Без всякой помощи. И это именно то, к чему мы хотим вас мотивировать. Здесь надо брать в свои руки все, что мы умеем, и вы умеете делать. Вам просто надо это, действительно в это верить, этого хотеть. И даже если оно у вас сейчас не получится, это не значит, что у вас завтра не получится. Продолжать, 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 но осознанно, осознанно вникая в эту суть. Не просто повторяя тупо слова и за нами, вот, или за вами, а именно визуализируя все это. Вкладывая всю свою энергию и свое намерение. Намерение, это значит, я очень хочу. Я верю в это. И еще, знаете, что там же в манифесте есть такие слова, что все сущности, которые зайдут ко мне, да, вот я вот это все сказала, это моя ответственность, мои энергии. Если вы зайдете, то я вас брошу в галактическое ядро. И то есть, если вы чувствуете, что сущность зашла, значит, она не боится, значит, она не боится ни вашего намерения, ни манифеста. В чем дело? Да, то есть, или вы потеряли где-то вибрации, и он зашел, наступили в воронку, может, или еще что-то, или же ваше намерение недостаточно сильно. И слова манифеста, которые вы проносите, не настолько сильны для сущности, потому что они видят силу. Слова, они стоят сбоку и смотрят, ну да, давай, читай, у меня такой вопрос, вот интересный, я не знаю, смогу ли по-русскому объяснить это, но просто вот, мы поставили намерение, что есть ли сущности, как бы, ну вот, зайдут, если они будут разрушать, ну, как бы, у меня есть права сбросить их в галактические ядро, но в принципе, это как бы убийство, ну, как бы, так, где эта граница, как бы, ну, что уже, как бы, потому что вы же в каждом сеансе, вы договариваетесь с ними. Мы не сбрасываем в галактическое ядро, честно сказать, даже если сущности заходят в нас. Ну вот, ну вот, к нам, да, мы не сбрасываем, но в манифесте это стоит, мы своих учеников учим работать экологично, и чтобы не было какого-то, ну, убийства, да, грубо говоря. В принципе, это кармически, как бы, но тоже. Но кармически это когда он уже сидит, и вы делаете первую чистку, а когда вы уже все почистили, когда вы уже все знаете, когда вы читаете с намерением манифест, и он все равно заходит здесь, но я бы сказала, нужно искать или в себе что-то, что-то, что-то мое намерение, наверное, неправильно, или я неправильно манифест прочитала. Почему? Мы, в принципе, сущности спрашиваем, почему? И, как правило, сущность говорит, ну и что он там прочитала, да? Для меня это просто, и для нее это просто, вот точно, она даже не поняла, что прочитала. Они говорят, он для меня не опасен, например, гуманит, он для меня, я не вижу на него опасность. И да, я спрашиваю от меня, ты видишь опасность? Говорит, тебе бы я бы не нашел. я вижу твое намерение, конечно. Вот они видят что-то, я не знаю, как они видят, но они видят. Энергию видят они, они силу энергии видят, силу намерения. По этому поводу, еще вот, наверное, последний вопрос, потому что у нас уже, как бы, время уже... Мы взяли времени, сколько вам надо, пожалуйста, если у вас мало, мы не спешим особо, потому что мы специально хотели вам именно ответить на все вопросы, чтобы не осталось ничего. И приходит все время еще. Давай, поехали. Великальная возможность с вами пообщаться. Первый раз вообще с вами. Да. Ну вот вопрос был, расскажите, пожалуйста, если не секрет, и сколько можно, про живую плазму. Что это такое? И почему у одних она дается, у других нет? И почему астральные сущности боятся живой плазмы? Это моя любимая игрушка. Ну, я понял. Хорошо, я объясню. Были такие ситуации, когда мы же постоянно бились с ними, на нас нападения были и так далее, и так далее. Мы работаем не только с межгалактической полицией, мы еще работаем с военными. Еще такая организация военная. Иногда, может быть, кто-то слышал, мы вызывали в сеансах офицера Кольта. Это военные. Офицеры Кольта, это как раз именно те, которые занимаются тяжелыми такими случаями. И у нас была проблема, нам нужно было оружие против них. Потому что невозможно было за всем уследить нападение чуть ли не каждый день. И вот тогда они сделали живую плазму для нас специально. В этой плазме находятся ДНК Греев, ящеров, рептилоидов и гуманоидов. Малейшее прикосновение этой плазмы я, безусловно, попробовал, но именно когда они входили в меня. Потому что те, кто входит в меня, у меня свои представления о моей защите и так далее. Я в них оставляю дырку. На долгие воспоминания издаю потом межгалактической полиции. Живую плазму я использовал два раза, когда пришел наемник гуманоид с приказом физического устранения. То есть реально устранение на физическом плане и так далее. И был он с ящером каким-то генералом. Каждый из них получил от меня удар этой плазмы. Я их отправил на свою чистоту. На этом для меня все закончилось. После этого, когда мы поймали гуманоида, он говорит, так это вы были. Одного долетела голова, а у второго ничего вообще не долетело. Зато и те, и другие сразу все поняли, что дальше этого уже не идет. На земле уже есть оружие против них. И только благодаря, возможно, и этому оружию, и другим видам, которые у нас, и они нам необходимы для работы. Мы же в конце концов не себя чистим, мы чистим других душ. Мы за них в ответе. Для того, чтобы все это эффективно действовало, когда я говорю, ты понял, если в следующий раз я тебя споймаю, я тебя уничтожу. Обычно нам мы спросили разрешение три раза. На третий раз идет уничтожение. Если вы убрали демона, а он второй раз пришел, второе предупреждение, на третий раз уже идет уничтожение. Причем кто принимает решение на это уничтожение? Сама душа. У нас была душа, какой-то богиня какая-то была, да, и вот она попросила уничтожить дракона по ее личной просьбе, потому что он за ней несколько жизней уже ходит и не дает ей покоя. И после того, как мы его вытащили, после того, когда он слово дал, он все равно третий раз вошел с нее, в нее и так далее. И тогда уже пришел сам куратор этой женщины и сказал ей, соответственно, он должен быть уничтожен. Вот они принимали вдвоем решение. Все. Мы не решаем за клиента. Мы можем спросить клиента за магию и за откат. Хочете дать откат или нет? Вернуть все эти боли. Есть клиенты, которые не хотят. А есть клиенты, которые говорят, я еще от себя добавлю. То есть, вы понимаете, здесь каждому всегда индивидуально зависит от все-таки от чего. Он же переживал эту магию 25 лет. Ему решать, что было, ему поставлено на смерть. Подкинули могилы с землей и так далее. С такими гадостями мы встречаемся. И тут человек, душа сама решает. Все чисто индивидуально. Каждая своя программа, каждое свое решение. Я за себя предупреждаю два раза, третий раз идет уничтожение. Ну, а если мое биополе приходит, то я их по-любому сдаю или верно в межгалактическую полицию после ощутимого удара на добрые воспоминания. Потому что то, что мы занимаемся, нападение на нас, это совсем другое, чем нападение на обыкновенного человека. Вы понимаете? Если нападение на вас, это нападение на систему. На силы, которые стоят за вами. Вы не одни. За вами огромная сила стоит арктурианцев. Точно такая сила и стоит за нами и целые войска. Поэтому, зная свои возможности, мы имеем право какие-то принимать, ну, если наказание, то какое это будет наказание. Ну, два раза надо подумать, ты хочешь уничтожать его или нет. Из права, но интересно, такое не делается. Это считается действительно в какой-то мере убийством. Ясно, ясно, спасибо. Ну, тут вопрос, или тебя хотят убить, или ты будешь защищаться. Вот так вот. Это не просто так. Я пришел, захотел кого-то убить. Нет, здесь идет нападение, нападение конкретно. То есть, пробиваются чакры, кол в спину, вставляются такие разряды. В общем, мы, не хочу на эту ноту переходить, бывают свои нюансы, конечно. То есть, все оно обосновано. Живая плазма нужна, точно так, как и энергия царя Соломона против демонов, которую он нам лично дал. Мы связались благодаря нашему администратору Ольге, это именно его копье. Царя Соломона в ее спине торчало, и после этого мы его вытащили и вернули ему, он за это, и попросили у него энергии. С тех пор демоны не знают, куда им прятаться. Потому что эта энергия, скажем, до среднего уровня демонов она полностью уничтожает, а от определенного, от 40 герц и выше, тут как раз Вильзевул был один из князей тьмы, вот он ушел на ключи царю Соломона, брелок, и вот он висел там на брелке, и вот его темный мир обменял на тысячу бесов. И вот тысячу бесов сейчас у царя Соломона на работах, а этого демона вернули назад. Ну, чтобы просто вы понимали объемы. Когда мы находим душу чью-то в каком-то сосуде стоящем, рядом стоят другие сосуды, и их там не огромное количество душ, их потом освобождает уже межгалактическая полиция. Мы споймали того, у кого эти души, освободили эту душу, отдали полиции, а полиция уже всех освободила. То есть от одного более тысячи душ сеанса мы освободили. Вернее, не мы, а межгалактическая полиция или в работе совместно с ним. Вот так. Все на цепочке за цепочкой идет. Пожалуйста. Так, что у нас тут осталось? В принципе, два вопроса там еще. Да, может ли зал для ретритов, в который иногда проводится непрофессиональное проведение ретриты, нуждается в повторной чистке? Ну, то есть, каждый раз, когда вот этот ретрит прошел, нужно ли все время после каждой мероприятии очистить. Что вы посоветовали, как очищать пространство самому? Это помещение, которое мы чистили? Наверное, нет. Просто там пространство, которое их используют для ретритов. И много народу. Из опыта, из опыта, в таких помещениях всегда находятся сущности. Всегда находятся платы, всегда находятся платы, всегда происходят подключки. Всегда. Если вы могли видеть это помещение астральными глазами, вы увидели бы на потолке платы и сущности, которые там носятся. Есть какие-то там... То, того, как надо. Приглашать людей, надо почистить помещение. Во время того, как они наполняют этой энергией, свои энергии, я не знаю, как человек умеет ставить защиту, не умеет ставить защиту и так далее. Что он собирается, чем наполнять, я тоже не знаю, какой уровень развития. Но я бы сделал, например, почистил это помещение до того, как люди пришли и после того, как люди пришли. Собрать всю эту энергию, все знают, кому мы дом чистили, собираются энергии в шар. Все. Сожги этот шар, ушел негатив. Все. Но речистка обязательно рекомендуется, где много людей, потому что, вы же понимаете, каждый приходит со своими проблемами и сущностями. А еще был такой, притягивает ли защита нападения? Агрессивная защита притягивает. Если у вас внутри находится агрессия, если вы... Вот сейчас я тебя споймаю, вот сейчас я тебя отомщу, и у вас начинается день с того с поиска, в сущности, это считается интерес и агрессия. Они вас найдут. Ага, ага. Ясно. Вы должны внутри, именно опять мы возвращаемся к состоянию нашему эмоциональному. В любой ситуации быть спокойным. Не среагировали, ничего не будет. Все будет нормально. Еще такой вопрос у меня возник. Сколько уровней высшего я вообще в целом? Сколько вы в вашем опыте уровней высшего я? Ну, в нашем опыте высшее я это 17-18 уровень, наверное, самый большой был, если я не ошибаюсь. По-моему, кто-то там... Нет, 19-18, У меня был 17-й по вашей шкале. Были у нас еще 18-е. Хуберт, мой товарищ, тоже 17-й или 18-й. Он ангел с огромными крыльями. Но здесь у ангельских душ здесь по-другому. И у них ангельский есть уровень, и есть еще уровень высшего я. Это только у ангелов есть. Если они оба совпадают, 10-й, 10-й, 11-й, 11-й, 12-й, 12-й и выше, тогда все гармонично, все нормально. Если нет, значит, где-то надо доработать. Тогда, в принципе, человеку надо было бы сосредоточиться только на ту зону роста, или английскую, или земную, как бы, ну, земную, ну, как бы, душу, как бы. Куратор есть. Спросите куратора, он скажет. Ясно. Для этого и мы делаем встречи с куратором, потому что лучше один раз спросить, чем сто раз догадываться. Понимаете? Можно не в ту сторону думать. А куратор придет и скажет, задайте ему свой вопрос, он ответит на него. Ведь он-то знает варианты будущего. Будущее много вариантов, вы можете изменить. Вот я когда-то у своего, это вот, куратора спрашивал, женюсь ли я когда-то еще или нет. Он говорит, есть два варианта. Или ты женишься на женщине с ребенком, или ты заведешь собаку. Вот так он мне ответил. Я говорю, ну, собаку. Я хотел и собаку, и вопрос был. Он говорит, или то, или другое, или и то, и другое. Вот так. Ты выбрал третье, да? Я выбрал третье. Не собаки, не что. На работу я работаю, работаю, работаю. Так, ну ладно, хорошо. Тогда последний вот вопрос. Пожалуйста. Кончим в чате. Так, прочищу, почитаешь. Как повлияет это на детей, если не почищу их квартиру, которая не моя, бывшая мужа, чистка детей у вас в очереди? Чистка детей у нас в очереди? Да, но как повлияет это на детей, если я не почищу и квартиру? То есть, детки не живут с мамой, детки живут с папой. Мы чистим маму и детей, и мамину квартиру, а дети живут в другой квартире. Как это повлияет на детей? Где квартира не чищена, а дети чищены? Здесь много зависит от мамы, как она поймет чистку, как она поймет свою чистку, чистку детей, как она сможет их защищать и выставлять себе и им вот этот как раз меркаву с каким намерением? К сожалению, да. К сожалению, да. Вот бывают такие печальные ситуации, но вот так вот. И все понимают, что если дети чистые находятся в грязной другой квартире, то там живут свои сущности, есть свои порталы, и они видят чистую энергию, вероятность подключения возрастает неимоверно. Ну что ты сделаешь, если мать против этого? Понимаете? Она портит жизнь и себе из-за своего неосознанности, но в первую очередь портит жизнь детям, потому что дети не могут нормально развиваться. Они по ночам пугаются от этих демонов, которые проходят. Демоны их специально пугают, сущности их пугают, черти их пугают, они это даже объяснить не могут. Ну а мать вот такая, что? Печально. Действительно печально. Какую от мамы зависеть? Только от нее зависеть. И второе, вы не забывайте, детки же они не только, даже если бы они были в почищенном доме, детки все равно ходят в школу, какие-то у них там есть активитис, да, какие-то, на которые они ходят. То есть везде они соприкасаются, с каким-то больницей посещают. То есть все равно здесь нельзя только почистить дом и считать, что все защищено. Все равно многое зависит от мамы. Насколько у нее сильно намерение, насколько она понимает, что она делает, насколько она защищает своих детей. Я бы так ответила. Да. Может ли быть так, что содержание сна показывает негативные сущности, которые через него влияют на меня? Ну, в принципе, мы очень чувствуем, когда мы летим где-то в отель и оставляем, ну, как бы... Останавливаемся. Останавливаемся. Мы как сразу... Просто у нас дом, ну, вами почищен, как вообще, как рай, как бы такое чувство. Спокойно, все такое, ну, гармонично. Когда переночуем где-то в отеле, ну, там кошмары, там, в принципе, как бы ставим... Проходной двор. Да, ставим защиту. У нас Меркаба тоже, как бы, но все равно, как бы, это здание... Иногда забывается, иногда забывается. Тогда мы, ну, как привыкли, что ничего, особенно там не надо, там, дом чистить или так далее. Прилетим, да, иногда очень поздно, ночью снится просто какие-то такие очень интересные, не очень такие. Ну, смотрите, вы прошли гостиницу, вы прошли дорогу, вы прошли вокзал, вы прошли через массу этих людей, в каждой, которая сидит сущность. Вы представляете для них великолепный десерт для того, чтобы войти в вас, если есть такая возможность. И они на своей территории. И они на своей территории. Вы все равно там слабее. Куда бы... Вот я езжу везде, да, я много путешествую, и я все равно чувствую, я там слабее, чем я дома. Какую бы мерка бы я там не поставила. Ну, я... Ну, ладно, вернусь, почистимся. А как вы считаете, Вера, ну, у нас такая философия, что мы как бы в гостинице, мы заплатили, как бы отдали энергию, у нас есть право тут находиться. Ну, у них тоже есть право. Они придут, посмотрят на вашу энергию. О, действительно. А кто к нам в гости сегодня приехал? Да, да. Не всегда, что это значит, они там придут и зайдут. Нет, но они посмотрят. У меня был такой момент, когда они приходили смотреть на меня. О, что это здесь? Потому что я чувствую, что они как бы, ну вот с уважением. Да, это намерение, это сила есть внутренняя. Вера поехала к своим. Я с вами не хочу воевать, мне не интересно терять энергию, просто я здесь буду остановиться на три дня, я здесь буду жить, и вы можете идти в других номерах и там разбирать, как хотите, и потом можете вернуться обратно. Я чек-аут у меня через три дня, а как-то можете идти обратно. Так что понятно. Но если вопрос вот так, что может ли быть так, что содержание сна показывает негативные сущности, которые через энергию... Может, да, инкубы дергают, и нижние миры в основном дергают через сны. Космические тоже неплохо умеют, если установили уже конструкцию. И опять же, не забывая, мы сейчас говорили за гостиницу и все остальные, платы, платы-то остаются, Мергаба тут поставил, но платы-то работают. А как работают эти? Они устанавливают их на этом, они собирают энергию. Есть те платы, которые посылают радиационную энергию специально. То есть реально идет какое-то неприятное облучение в разрез. Есть платы, которые собирают. И собирают. Если собирают, это значит, внутри есть конструкция, в которую собирают, через которую, и потом отправят. Это в основном это накопители, грей-рептилоид. Они собирают наши энергии, эти энергии они потом конвертируют в те энергии, которые им нужны. Они даже действительно, вот я разговаривал с этими гуманоидами, они даже заправляют переработанные энергии свои корабли. Вот так вот. А у нас здесь всю ночь ездят полицейские по 120 машин за ночь в одном районе. Я их просто вижу, эти корабли. Я вижу, куда они летают. Я вижу этот астральный план. И они там собирают вот такими огромными ковшами, и потом куда-то оно вниз уходит под землю. У них под землей находятся города. Они живут под нами. И над нами. А как насчет запрета, что нельзя больше землю... Имеет право быть. Потому что у них тут базы. Ну, чтобы они не приходили на землю. Ну, потому что у нас карантина, как бы уже... Дело в том, что они раньше нас были здесь. И был какой-то заключенный договор на эту землю с определенными цивилизациями. Они называются Совет и... Всем участникам Совета, всем присутствия... Все матрицы, да. Вот. Типа у них как бы паспорт есть. Это есть игры. Это есть игры. Они считают, что они могут там вернуться. Я почему спрашиваю? Если вы говорите про купол, то я вижу его, когда мы поднимаемся. То есть мы вылетаем за купол, там работаем. И там стоят, как сказать, охранники, как сказать, сторожа, которые... Ну, нам, да, ладно, вылетайте. Так кивают. То есть я понимаю, что есть те, кто не долетает оттуда, кого не выпускают, а есть также, кто залетает и у кого как паспорт есть. 70% Это зависит от... Это вибрации сердца, вот те, которые могут попасть на другие миры. Нет, это зависит от, я так понимаю, от контракта, заключенного с правительствами стран на планете Земля. в какие-то времена. Ну, этот контракт был подписан в 50-е годы прошлого века, еще до этого был в начале 1900 года. Но я спрашиваю... Это то, что мы знаем, а сколько их было до этого, Египет и другие цивилизации. Я им всегда говорю, я с тобой никаких контрактов не заключал, правительство на Земле у нас нет, и здесь незаконно, все. Ли забирай его, и его забирает. Технологии в обмен на человеческие энергии. В моем биополе я хозяин. Вот это правило должно у вас быть. В вашем биополе вы хозяева. Вам решать. Если вы хотите поэкспериментировать, попрошу-ка я дракона, ничего не случится. И тут в те раз случилось. Выбор был ваш. Сам себе хозяин. Все. Все стоит в манифесте. Беру ответственность за свои энергии. Манифест вам именно должен служить ориентиром и для того, что вы защищаете. Там все перечислено. Там перечислены все сущности, от которых вы себя... Их надо называть, этих сущностей. Для того, чтобы вы знали, на кого... Защита действует. От кого защита? От комаров, от мух, от греев, от рептилоидов. Вы понимаете? Вы должны все конкретизировать. Только тогда начинает это работать. На каком уровне начинает манифест работать как бы в автопилоте от подсознания. Потому что меркаба с одного момента уже не надо его делать каждый день. Можно ее делать каждый третий день. По мере насыщения, по мере плотности, как она уже у вас стоит и так далее. Я тоже меркабу в принципе себе с верой мы не ставим. Она у нас стоит уже... Стоит у нас вообще вера меркаба? А то я не спрашиваю. Вера пропала. Есть у нас меркаба, вера? Есть, конечно, есть. Ну вот, Вера говорит, есть. Если установили, то есть. Если устанавливали, да. У нас куча других совсем этих вещей для нашей работы. У нас много защиты. Меркаба это универсальное. Она универсальная, да. Она для каждого стоит. Для каждой цивилизации. Большое спасибо, что поставили плазму для нас обоих. И мы как бы вспоминаем все время. Будет очень интересно посмотреть в проверке через некоторое время как она как бы как смотрится. Просто активируете живую плазму в своем биополе. Она получена легально от нас. Соответственно, мы имеем право мы так и делаем. Или своим ученикам. Я просто каждый вечер вспоминаю. И да. По идее, сущности космически они не подойдут. Они будут очень... Вообще мы не даем такую защиту в обычной чистке никому. Мы даем только очень в крайних ситуациях. Или вот людям, как вы, которые общаются со многими душами, открывают, ведут... Вы ведете других людей, вам надо такое иметь. Потому что на вас точно такие же нападения идут, как и на нас. Только по другим каналам. Не все рады. Не все рады тому, что вы делаете и обучаете людей защищаться от сущностей. Они понятия не имели. И сущности, которые вообще... Как? Ты можешь здесь находиться в Астрале. Вы можете нас видеть. Вы можете от нас защищаться. А такого никогда не было. Представляете, они уже говорят, такого никогда не было. Именно в эти времена мы живем, когда все возможно. Но зависит от тебя. Именно. Я просто хочу сказать, что я не советую пользоваться тому, кто не понимает, что такое живая плазма. Или просто услышал и применять на себя. Это чревато последствиями. У нас был такой пример. Наша одна из клиентов постоянных услышала это и стала себе защитой. Да, здесь наши знания действительно защищены. И ее так жахнуло, потому что мало не показалось. У нас энергия арго, она ангельская, архангельская энергия, но она умеет себя защищать. Она бывает и черной, когда она на нас нападает. Вот. И вот она как раз попробовала воспользоваться живой плазмой без разрешения. Просто вот так вот. Авось пойдет. И послала себе эту энергию в какую-то рану на голове. Хватило ума. Потом ее наши ученики откачивали через сеанс, вытаскивали из нее все, что она там наделала сама себе. Но она хоть призналась сама. Тем, кому не дано, тем, кому это не давалось, нельзя пользоваться. Вы понимаете, на все идет свое разрешение. Это военная технология, правда? Это военная технология. Это сделано военными. Это не сделано не для того, чтобы там кому-то радость дарить, а наоборот. Но когда на вас нападает ящер с гуманоидом и пытается вам пробить сердечко или пробили уже какие-то ваши чакры, оставив свои подключки, там у вас трясет руки и ноги и так. Мы же все проходили. Я уже думаю, когда уже этот сеанс, когда мы это все уберем, я чувствую, что это вселилось и так далее. Но не могу сам выдавить, потому что они очень сильные были на тот момент и так далее. Вот тогда мы получили живую плазму. После этого они просто уже думают 10 раз перед тем, как войти, потому что ты видел плазму, видел, она тебя может уничтожить. И ты решился, решился. Ну и получай. Обычно хватает слов. Два часа пролетела просто так. Но на этом, наверное, мы наших людей тоже поблагодарим за эти два часа, потому что темы такие вопросы интересные, информации очень много, надо будет переварить все это еще. Но, тем не менее, мы хотели бы искренне поблагодарить вас обоих. Во благо. Что вы нашли время встретиться с нами, с нашей комьюнити. И большое спасибо за ваши исчерпывающие ответы. И это очень много значит для нашей комьюнити. Так что большое спасибо от всех нас. Можно еще сделать, Янис, если будут какие-то вопросы, ты нас оберит, насобирай 10-15, может быть, какие-то вопросы. Я спокойно с Верой отвечу вам письменно. Сейчас-то вы уже знаете нас лично. Обычно мы за кадром остаемся. Вот так вот мы выглядим. Вот это мы. Так что, будем рады всем вам помочь. И очень рады, что мы смогли очень многим. Благодарим и мы вас. За ваше доверие к нам, во-первых. Да, благодарим за доверие. Вот у вас много сердечек там пошли. Да, в чате. Благодарим. Если будут вопросы копить, такую встречу можно повторить. Нам такие отзывы пишут. Аж за душу, за сердце хватает. Если идет к развитию и интерес есть, пожалуйста, мы можем встретиться еще в какой-то момент. Без проблем. А так, если будут вопросы, просто я не собери их, и я тогда сделаю короткие вопросы. Я попытаюсь это объяснить или на видео, или просто зачитаю их и так далее. И мы с Верой просто можем каждый ответить, даст свое мнение. Потому что у нас мнения, видите, тоже не всегда одинаковые. И так как у нас тоже иногда было. И это хорошо, и это хорошо, потому что каждый имеет свой плюс. Понимаете, надо сравнивать и так далее. Очень рады были вас всех увидеть. Желаем вам веносливости, сил и любви и одновременно высоких вибраций. И вам чистых энергий и высоких вибраций. Благодарим всех за эту встречу. Как вы говорите, мы никогда не прощаемся и говорим до скорых встреч. До скорых встреч. Правильно. До скорых встреч. Счастливо. Всего доброго. Пока-пока. Пока-пока.